Что-то я забыл о том, что она функционирует. Ну, я просто вдвойной чатикой больше сижу. Ёпчикс точно-точно нужно пользоваться этим моментом. Предложение 322 рубля за второй месяц. Нет, у нас всё в порядке. Так, надо из группы выйти. Так, было 7 карт ледерных, да? Кто первый? Так, кидаю монетку. 25-ка, кстати, сочинская. Оп. Орёл. Так, погоди. Так, погоди. Блэй нам просто половину с призового фонда откатывает за такие поблажки. Да, да, за то, что Орёл выпадает. У нас в России всё через откаты делается, если кто не знал. Блэй решил, что он первый. Ну ладно, в принципе, выпало его. Я имел в виду, чтобы он выбрал, кто первый. Чиркает, но раз он пошёл, то... Я вообще думал, что он выбирает первый просто из пула. Ты всех еще сильнее забутал. Как бы да, это неважно абсолютно. Ну, я Хэппи предложил. Создавай. Так, сейчас создаём. Хэппи тоже вроде Белшир любит. Так, Белшир, Белшир, прерри Белшира, создать игру. На каком из стримов вдруг скажи, пожалуйста? Что у меня случилось? Ну, я Хэппи у человека. Так. Так, у меня, говорят, эхо. Опять тише делать, что ли? Да, видимо, меня слишком громко у тебя в наушниках слышно. Слушай, опять что-то звук просто увеличился. Всё, сделал потише. Всё должно быть сейчас нормально. Ну, у меня-то вообще отдельный микрофон. Я тут разорился. Отдельный? Да, такой прямо. Ух. Внушительный. На кронштейне. Бедная кошка. Она попрошайничает. С ножом у горла у кого-то попрошайничает. Так, ну давайте, можно. Погнали. Бестов 7, Хэппи Блай. Всё круто. Да ещё и цвета поставили. Как молодцы, синий, красный. Да, только опыт пропал. Видимо, готовится. Там у него бывает иногда кто-то отдёрнет. Пауза от него частенько бывает. То дверь открыть, то ещё что-то. Смотри-ка, Блай 21 в ГМЛ с неплохой статистикой. А вот Хэппи на палочках играет, видимо. На заборчиках. Поехали. Поехали. Так. Я лично буду болеть за нашего, за парня с СНГ. Ты как хочешь. Так они оба с СНГ. Ты имеешь в виду 40? Из России? Нет, я имею в виду я за СНГ. С детства болею за СНГ. Я не понимаю, про что ты просто. Ладно, я сломал твою логику. В общем, мне не важно, я за обоих болею сразу. А, понял. Ну, давайте, да, просто, чтобы хорошая игра была. И что, Хэппи, кстати, ЛЗ проиграл на регуляре недавно. Ну, в полуфинале. Тут надо отметить, что ЛЗ, наверное, имеет многолетний опыт тренировок именно против Хэппи. Ну да, он знает, как знает он, как Хэппи подстроиться, как его наказать. Вот. Но Блай, кстати, тоже с ним играл не раз. И я вот что-то стримил. Последние турниры два раза они встречались. Один раз выиграл Блай, другой Хэппи, насколько я помню. Вот посмотрим, как сейчас будет. Ну, наверное, Блайу как раз выгоден именно такой матч, что не целая сетка, а именно один концентрированный матч было. Семь сыграть с одним соперником. И все, у него много страт, потому что таких, которые не слишком надежные, но... Ну да. Ну, как он мне говорил, у меня, говорит, под боссе им Чизов достаточно там, наверное, все. Семь Чизов у него есть всегда разных, как бы суперранних, средней поздности какой-то. На всю сетку может и не хватить какого-нибудь Зотока, но на одного соперника, как правило, хватает. У Хэппи же наоборот. Суперстандартный стиль всегда. От Чизов от него я вообще не помню. Да, слушай, ну и... В макро Блай тоже я видел. Он с Жак же играл, помню. Я не помню, что это было. То ли финал Зотока месяца, то ли просто турнир 2-1 вел. В итоге 3-2 проиграл. Ну, вот в конце он начал Чизить. Уже готов был кореец, как бы, к этому. Но пару игр макро прямо таких супер напряженных, динамичных и блаев бралов. То есть макро он тоже не слаб. Причем у него такой показательный стиль. Не такой, как вот у многих, когда 100 рабочих, там 90 Зерги строят. У него, наоборот, поменьше 60-70, когда на большой боевый лимит и контроль такой идет. Да, у него все на армию ставка, а не на экономику, как правило. У него стиль похож на террано-протосовский, только за Зергов. То есть не когда ты давишь мясом, а именно когда ты очень эффективно размениваешь то, что у тебя есть. Постоянно харасишь, напрягаешь и так далее. Да, в плане контроля у лимит очень хорошо. То есть редко у него куда-то все ломится, само по себе отдается. Хотя вот ЛЗ тоже очень неплохо контролит, но я часто у него замечаю, какой-то лингов там прибежит, отдастся. Сколько-то еще, у лимит такого реже бывает. У всех свои минусы и плюсы, но, естественно, чтобы до корейцев доводить, нужно все это убирать, как бы в любом моменте игры. У Блая еще есть такая странность, когда на него смотришь из стороны, кажется все время, что у него все плохо. А потом он как-то хоп-хоп, и у него все нормально. То есть у него всегда отстающие такие по лимиту билды, что постоянно кажется, что у него все плохо. Да, тоже есть действительно такое. Ну, это, наверное, как раз вот то, что сказывается то, что он не Старкрафтер изначально. Вот, в Старкрафтере больше, наоборот, не на Блаяхский стиль ориентируется. Да, она какой-то макро. А вот корейцы, они так как задроты, они плюсы от всех стилей берут, и в итоге создают один. Как бы просто стиль робота. Да, в итоге-ка скил вырастает. Так, и Хэппи пытается подхарасить, рабочих не убивает. У него особо, я замечал, есть такой агрессивный харас, а у него как раз пассивный харас. То есть рипер у него для контроля, за выходом, для разведки. Вот он смотрел, что газов нет, то есть суперраннего выхода никакого нет. И видишь, у него второй рипер даже на харас не летит, он защищает СЦ. Кстати, это очень часто сейчас так тираны делают, и просто зная Блая, рипера не грех оставить дома вот этого. Потому что, когда вот я помню, раньше я очень часто с Блаем погодался, когда там, ну, воле еще там, я не знаю, когда форма очень хорошая была, когда Мира играл, и у меня стандартное правило было с Блайчиком, но если я точно не вижу, что происходит, две фотонки как бы ставлю по стандарту. Это очень часто спасало бы, что он любитель там ровочами прийти какими-то. Вот, и также и Хэппи здесь перестраховывается, просто с этим ридером. И поехали гелионы первые. Сейчас тут у меня человек написал кое-что, я ему отвечу. Ага, давай я пока тут слежу. Так, 4 гелиона первых, плюс 2 ранних барака, 2 реактора от Хэппи. То есть стиль будет агрессивный. Это вот, любят этот стиль Хэппи. Это будут еще ранние медиваки с выходом со Стимом, плюс 6 гелионов в итоге. А Блай каким-то образом, четырьмя собаками умудряется забежать к Хэппи. Мулы не добывают в итоге. Конечно, они не умерли, но то, что они не носят ресурсы, это уже неприятно, потому что они уже пару раз по тридцатке могли принести оба. То есть уже больше сотки потерял. И в итоге Блай еще двух этих мулов догрызает. Еще и рабов догрызает. А в это время еще и не проехало. Нифига. Да, в это время пытался Хэппи проскочить к Блаю, у него не получилось. Это сделать только один гелион, одного рабочего смог убить. И два вообще всего лишь выжили. В итоге Хэппи где-то экономика его на минералов 300-400, мне кажется, учитывая потерянных мулов, рабочих там и то, что не добывал, просело. И он не нахарасил. То есть у Блая все хорошо. 41 на 27 по рабочим сейчас. И Блай, походу, будет еще пушить с гидророучами или просто с гидролисками с муловом с 1-1. Да, потому что Грейд рейнджовый это говорит нам о чем-то агрессивном. Ну и вот, кстати, третью Блаю не получится нормально поставить, потому что здесь Рипер. Ну он сразу же ставит газ. Вот тут другой Базерк мог проехать на Амуве, рабочий Бумер. Блай сразу видит, что здесь Рипер заказывает газ, спасает, пока Квинами пытается как раз-таки прогнать этого. Рипер в итоге, ну гиллионы, посмотри, тут 4 штуки, но Квина стоит. Ну Блай тут вообще красавчик, конечно. Не отменяет эволюшн. Все правильно делает. Все мы помним про эволюшн, что их отменять очень опасно. Роучи выходят. Квину, конечно, жалко, но она нормально разменялась, с учетом того, что Квин 4. Ну да. Это лучше, чем запустить 4 гиллиона Хэппи к себе просто на базу, где 20 рабочих находятся просто беззащитных. И смотри, Хэппи понял, что через Роучи играет. Притом уже давно понял, судя по производству танков. Да, и никуда не собирается ломиться, он никаких выходов делать. Будет дефиться с танками. Кстати, посмотри, сколько сейчас у Блайчика Роучи. И 16, вот еще прирост новый выходит. Хэппи пытается прорваться. Минус гиллион. Но самое главное, что он имеет информацию. И вот когда так близко к базе Зерга вы видите этих Роучей, то в итоге очень тяжело прийти ими просто и в лоб пробить. То есть, Аблай рассчитывал наверняка, что дэмэдж какой-то нанесет. И Хэппи видит, что Роучи далеко от него. И делает дроп двойной сейчас. Не полностью загрузка идет, правда, там в этом дропе. Но сбиты все оверы, и он абсолютно будет не обнаружен. Блайм. Хотя нет, посмотрите, Блайч что-то пронюхал как будто бы. Да понятно, что если там зачищают оверлордов, что сейчас что-то прилетит. Да, может он раньше просто заметил. Я на это внимание не обратил. Ну, кстати, вот надо отдать должное. Хэппи умеет против Роучи Гидровского билда играть. У него совсем сразу другой стиль становится. Он не делает ни минок. И очень пассивно, очень аккуратно копит до 160 до 200 лимита и 3-3 грейдов. Знает он, что 200 лимитра Гидро Роучи слабее, чем 200 лимита Тирана. И пытается именно это обузить. Да, со Стимом, с танками. Я сколько раз замечал, что Тираны делают ошибку. Там делают выход на 140 лимита против Гидро Роучи. Там 200 лимита Гидро Роучи с грейдами 2-2. Просто это все принимают в хлам и задавливают. Это есть. Как раз на этот лимит этот рассчитан. Чтобы с преимуществом по грейдам, по лимиту продавить как-то. Хэппи к вину тут срезал Блай. Крип не распространяет пока. Четвертую ставят. Кстати, в плане крипа Блай тоже очень хорош. На самом деле, конечно, Хэппи сейчас очень сильно с ним борется. Но я очень часто вижу, что крип хорошо Блай распространяет вперед. Да, при том во все стороны. Его зачистить очень сложно. Вот один крип-тумор, например, остается наверху. Да, остается. И дальше сразу Блай его пускает. Сразу же по КД. Хэппи, правда, выбривает. Тут почти до второй базы. То есть, если сейчас не восстановить этот крип, он спадет. И так как Квина умерла, то особо некем восстанавливать. Но Блай с Мэна, кстати, берет. Смотри, одну Квину, наверное, инъекцию. Нет, он идет крип восстанавливать. Он понимает важность, очень большую крипа. Да, но и Хэппи в своем стандартном стиле начал на все места одновременно дропать. Четвертую отменяет. На Мэни Роучи отбились. Квина, Череши пытается восстанавливать. Викинг уже зверствует. Там уже двух оверов. Хотя двух уже как бы... Двух это мало, но... Случит не слишком даже. Он уже давно просто что-то все сбивает, а сбил только двух почему-то всего. Хороший свитч в муту от Блая. Понимает он, что его цель это отбиться от дропов императора. Ну, я думаю, все зерги, которые уже играли с Хэппи, знают, что основная цель, миссия, так сказать, отбиться от дропов. Потому что экономика всегда у Хэппи очень слабая, но он именно вам не дает тоже разжиться. То есть зерк не может четвертую поставить. Да, да. И, кстати, Блая уже посмотрел. Он тоже подстроился. Он свитчнулся уже в милишные грейды и лингом. В общем-то, и... И два медивака еще ловят. Да, поймал. Но они пустые, правда. Здесь марики оставлены. Они, кстати, смогут отменить как раз четвертую, которую уже, я вижу, заказано Блаем. Но еще рабочий не приехал. Вот он едет как раз крабик ставить. Тут четвертая и слева пошла тоже. Прикольный такой... Гоп-стоп. Заслон тут стоит из шести мариков, конечно. Специально ли или случайно, но... Да, но они так стоят, правда, что ничего не видят. И Муталис как спалил, но... Он пожалел сам об этом. Ну, правда, ценой, конечно, спасения рядовой хаты, да? Своей экономики, своей Родины, если так можно выразиться. Что будет завтра? Завтра будет Варкрафт. Так. Пошла туретка бункер на третий. И, блин, вот сразу Хэппи начал агрессивнее играть, как только увидел, что там не Гидро Роучи. Моментально. И делает закопочку. Закопочку мином делает. Я, кстати, вчера стримил турнир. Этот французский Форджи Джи, например, что-то очень жестко проиграл всем Зергам, которые скорее, кстати, Кьюриус и Солар. А Джи Донга, который не скорее до этого в группе выиграл. И он не делал никогда почему-то закопку мином. Хотя мне кажется, что это грейд не то, что имбовый, но он суперполезный. Потому что так, пока мины закапывают, все ее бейлинги просто взрывают, и она ничего делать не успевает. А так она всегда хотя бы один выстрел успевает сделать. Да он, пацанета, фигня, как полтора муталиска. Почему его не делать? Да. Забавно, что как Блай свичнулся назад в милишников, тут же Хэппи свичнулся в мины. Такой стиль уже под игрока подстраиваются. Обычно уже до конца не меняют стиль, если уж... Да. Идет Блай вперед, жесткие выстрелы мины, 9-7 киллсов сразу же. Тут вообще ничего у Хэппи нет, но этого ничего хватает, чтобы сдерживать просто Блай. Ну и он возвращается, да, Блай несет потери здесь, но он, кстати, немножко экономик продемиджит. Только Роучи успевают убегать. Лимита 173 на 133. Последний Беллин сейчас... Да, последний Беллин просто... Вместе с этими несколькими собаками, да. Очень хорошо подбрил. Хэппи идет вперед, и очень опасно. Он сейчас идет, потому что у Блая 20 морфится бейнов. И вот он... Да, его сейчас могут принять тут жестко. Он еще сохраняет очень правильно своих Роучей. Почему? Потому что у него есть и грейды 2, один на них, и мув есть. То есть это достаточно полезные юниты. Он очень хорошо ими танкует, и... Да и дэмэдж они неплохой наносят. Хэппи выбивает четвертую. Вот сейчас Беллинги прибегут. Блай часть лимит забыл. Муталисками тоже не харасит, пока он пытался на четвертой что-то сделать. Как-то он слишком нагло, нет, полетел. У него в муталисках огромный лимит просто. Да, лимит большой, но у Хэппи тут тоже небольшой лимит. Видишь, 150 на 180 пробивает Блай третью. И Хэппи-то не особо готов. Вот только с этими мариками, если только. Сейчас есть лимитку еще закопление. Нет, лимитку не закопает, отконтролил Блай. Нет, все равно. Плохо получилось, надо плоскоро отбиваться, да. Вот, что у Лая, посмотри, огромная часть лимита. Вот у него на второй стоял, он просто его не брал в итоге. И 3-3. Очень быстрые грейды у Лая. Кстати, многие зерги жаловались, что... Ох, сейчас будет тут... Жесткие взрывы минок, но они себе дэмэджа тоже нанесли. Но размен диков плюс Хэппи. Посмотри на лимит просто. Да, лимит у Лая упал очень сильно. То есть, Беллингов он всех потратил. Но выбил только танки, а Био-то остается. Вот, и у Лая Грейтер Спайр. Да, конечно, у него крутые грейды делаются. У него Грейтер Спайр мута отдается. Где-то 4 муталиска или 3 сейчас умерли. Но ресурсов-то недостаточно с 3 баз уже, чтобы в такие технологии выходить, чтобы много брудов там было. Да, и бруды без инфесторов все-таки от мариков могут потерпеть. Да, тем более марики... Хотя вот Хэппи единственное, что меня беспокоит, да, что он 3-3 не заказал пока. Хотя вроде ресурсы есть. Вот, и... Хотя бы третью атаку. Как раз вот этот Солар Кореец, это такой Зерк один из первых, который просто спокойно, вот, без всякого унысья переходит в 3-3. То есть у него по таймингу инфестейшн, хайв, выход 3-3 идет наравне почти что с тираном. Вот, хотя вот та же Скарлетт предпочитает муталиском 2-2 сделать грейды вместо 3-3 линга. Мы по 50-40 муталисков строим. То есть сейчас стили разные, как бы, пока не стабилизировалось все. Да, может и не стабилизируется, потому что... Тут все-таки на механике меньше завязано. Тут страта разные бывают. Да, отбивают Блай четвертую, переводят сюда рабочих. Ну, хэппи уже, посмотри, как рядом находится. Ну, хэппи надо до 3-3. Хэппи надо до 3-3, ну, где-то 4 бруда. Вот они, на второй висят. Но Блай опять забывает их. Он не забывает, он их палит не хочет раньше времени, судя по всему. А может быть, и до рабочих переводят. Просто, мне кажется, мог отбить от голых тамариков тут Блай хату свою. Хотя он не хочет, наверное, до 3-3 просто еще драться, есть такой момент. Такой скан вообще. Да, рядом-рядом, но бруды не видны. А, да у него нету никаких технологий, подумал тут хэппи, да? Будет большой для него сюрприз 7 брудлордов. И 3-3 грейды. Блай хочет в одну атаку просто сыграть. И это может прокатить. Может очень жестко прокатить сейчас. Да, наконец-то заказывают хэппи 3-3. Ну, боевой лимит. Ублай, кстати, меньше, но в принципе лимита больше. Экономика тут лучше. На мэйне дроп отбивает он и... Вот хэппи видит брудов. А что уже делать-то по факту сейчас с ними? Да, нужно вместиться широким фронтом с мариками. Но у мариков нет преимущества по гридам, а даже наоборот. Поэтому он может не передамажить просто. Да, и бейны, и роучи. Посмотрю, роучи, которые с самого начала были, они до сих пор живые. Да, они неплохо танкуют с третьей-то броней. Хэппи тянет время. Может успеть. Если 3-3 доделается, у хэппи все намного лучше станет. Просто намного. Потому что вот эти сколько у него тут? 50 мариков. 56 его мариков. Они настолько круче станут с 3-3. Да. Чем они сейчас. Так. Ну правда экономика печальная. Вот четвертую пытается хэппи занять. Да, старпорты добавляет. 3-3 почти доделся. Еще куча мариков. Но уже инфесторы есть у Блая. Все будет теперь не так просто. Да, пару инфесторов. Еще 2 в заказе. Адреналин сейчас будет готов. И огромное количество мин, кстати. 12 штук. Да, мин 12. Блайчик делает ультралискер. Ну, 3 роучи забегают. Ну, это так. Диверсия с закопкой. Плюс... 6 лимита слить, да. Да, 6 лимита слить. Вот один роуч зарылся. Вот он будет жить при этом всем. Блай, кстати, очень хорошо вот этими всеми делами пользуется. Еще вот эта часть роучи. И лимит отдается как раз и... Очень плюсово отдается, да. Да, да, да. И рабочих убивает. И вот одного зарыл сразу Блай, чтобы не посадить было базу. Блин, очень четко он в этом плане все делает, конечно. Но хэппи выходит на четвертую. Много мин закапывается. Бруды и летят. Хэппи прям под 3-3. Но если сейчас Блай сразу нападет, он с 2-2 еще хэппи-вскими подберется. Да, да. Буквально там 20 секунд остается до грейда. И атака-то пошла, а уже 3-3 нету. Нет, успеет хэппи дожить. Успеет дожить, но посмотри, он в такой позиции оказался. Ему отсюда не выйти медиваки. На халяву там умирают все. И непонятно, как вообще к брудам прорваться. Они так висят хорошо. Пошла атака от Блая и хэппи умирает здесь. И он не может увести отсюда мариков нисколько. Вообще без шансово умирает абсолютно. Да. Муталиски догоняют медиваков. Мы видим, руды убивают мариков. Пытается хэппи прикрыть викингами. Да, неплохо прикрывает там с тремя мариками. Но с 90 на 190. И там еще роучи, смотри, до сих пор шалят. Да, пошли разменяться, убили все. Но нет, все-таки их выбивает в итоге хэппи. Но здесь воздушная очень большая такая армия, которая сейчас идет добивать. Одна атака на узб. Все, один такой ультралис символичный. Символичный заказ на такой царик. Вот, я армор подниму. Да, тут такая экономика, что уже буквально одна база. Угла это тоже добивается. То есть у него последний лимит. И вот он настолько им дорожит, что у него юниты там многие с начала игры живут. Ти же мутали, скировывающие, вот эти гг пишут хэппи. Притом у Блая еще огромное количество по ресурсам запаса было. То есть он с этих трех баз накачал много. И при этом еще и не сливал старые лимиты. Поэтому ресурсы копились. Да. Ну что там, кто говорил, что тысяча рублей это чисто для Блая? Еще не факт. Далеко не факт. Так, полярную ночь выбирает хэппи. Создаем. Вот, кто-то Южного премиум подписался. В общем, если хотите, можете помогать, конечно, шоу-мачо. Можете приза увеличить, можете нас поддержать. Как угодно. Будет еще несколько точных игр, интереснейших. Ребята, переводите на любой из кошельков. На мой, на поме, с пометкой на шоу-мачи, куда вы хотите это потратить. Хотите там часть нам отдать, часть на призовой, или весь на призовой, или весь нам на плазму. Как хотите. Или кому-то. Только обязательно пометки. Да-да-да. Просто шлите. Так, погоди-ка. Вот таймфлай отправил уже, например, тысячу рублей. Сейчас посмотрим, что он там написал. Так, заскакиваем. Заходи, Лех, в игру. Я меняю. Да, западим. Вот, 398 рублей на призовой фонд добавили. Не знаю, кто. Привет, Абер. Спасибо, что организовываете интересные шоу-мачо. Добавьте эти деньги в призовой фонд. Желаю удачи игрокам. Еще 400 рублей. Дослал кто-то. Да, понял. Всем спасибо, но думайте тоже о том, что, может быть, лучше кого-то позвать с победителем в следующий раз. А кто это был? Таймфлай? Нет, это был не таймфлай. А, нет. Это был не подписавшийся, к сожалению. Да, все деньги на один призовой лучше, конечно, не сливать. Да, есть идея, просто у меня, в принципе, я хочу организовывать почаще, просто именно для СНГшных ребят. Вот. Сейчас, секунду. Да, окей. Ставлю я пока ФП небольшое. Есть идея привлекать много, ну как много. Есть игроки перспективные у нас. Молодые там даже сейчас поигрывают, ребята. Вот таймфлай, ты еще рублей отправил, я не знаю, как он ее хочет распределить, пусть сам напишет. Сам выбирает. Так, думают, говорят, что позовите Титана, многие поддерживают. Но мы будем смотреть, просто до Нового года навряд ли что-либо успеем сделать. Вот. Тут суть-то в чем? Суть в том, чтобы матч был интересный и напряженный. То есть, нужно еще учитывать, в какой форме игрок и так далее. Блайз, Хэппи, это активные игроки, которые нон-стоп играют. У Титана есть небольшая проблема, что... Ну да, он когда в АКС, вроде тренец, когда не в АКС, его не видно особо. То есть, были тут какие-то игры. Вот, он не особо играл, я помню, с корейцами отборочные. Ну, посмотрим, будет играть, будем подзывать всех. Соответственно, у нас Нейшн Вор там скоро какой-то будет с Россией. И там, кстати, за сборную сейчас голосуют. Посмотрим. Вот еще как бы желательно, чтобы принципиальное соперничество какое-то было. А Блайз, Хэппи, попадался немало в последнее время на турнирах. Да и что греха таить, у нас тут Хэппи самый популярный СНГ-игрок однозначно. Ну да. И заслуженно, потому что тащит, потому что работает. Упорный, да, очень трудолюбивый. Не знаю, как насчет самый сильный, не самый сильный. Тут можно долго спорить. Но то, что, наверное, самый трудолюбивый такой и есть. Ну да, стабильный. Просто у того же Блая, да, вот был некоторое время назад спад. Он реально слабее играл. То есть, видимо, сейчас он начал сильнее тренироваться. Я не знаю, с чем это связано, как бы я не спрашивал. Плюс у него есть возможность сейчас. То есть, да, там Wacer сейчас такие просто... Да, тиммейты не слабые. ММА, инновейшн, то есть там просто бизоны, блин. Чтобы на их фоне выглядеть хорошо, нужно очень много тренироваться и очень упорно. Чем сильнее у тебя команда, тем сильнее ты становишься. Это уже проверенный факт. Скарлетт. Плюс еще, если команда активна, да, тут и сам активность, как правящиеся команды. Большинство фигней занимаются. Тут тоже зачастую, как бы, вот так вот начинаешь. То есть, важно, если все в теме, то все в теме. А Wacer, конечно, да, там очень все активно идет. Happy опять такой же Билл, как в прошлой игре. Им бы один глобальный буткемп еще замутить своей командой. И вообще жесть была бы. Они бы, наверное, всех разрывали. Они и сейчас всех разрывают. А так бы вообще без шансов. Так, что-то Блайк тут в этот раз мутит. Смотри. У него быстрый мув. Какая-то у него есть хитрая задумка. Да, мув достаточно быстрый, но линги не заказаны. Может быть, просто от рипера это какая-то защита, я не знаю. Пытается Блайк виной принять, получает демэдж еще рипер, но выживает. Вот пишут в чатике, что если Хэппи победит, можно было бы замутить Хэппи с Титаном. А если Блайк победит, то типа нельзя Блайк с Титаном замутить? Да можно, конечно. Да любой можно замутить. Главное, чтобы это был не Мирор. Да, ну, бывает и Мироры суперинтересные, но у нас непонятно пока, как бы, да, там, когда. Да. И все-таки Мироры, они бывают интересными, но по факту, в основном, если, например, людям нравится смотреть за Тиранами, или людям нравится смотреться за Протасами, или за Зергами, то когда в матче участвуют две стороны, это интересно большему количеству народа. Потому что, соответственно, участвуют две с разной расой, что логично. Хотела дропнуть чуть-чуть, я видел, табличка пыталась вылезти. Так, Хэппи, кстати, никуда не едет, и вот это связано реально со стилем игры Блая, мне кажется, потому что он не хочет никаких забеганий, поэтому вот копится здесь вообще. Обычно он находится рядом с Зергом. Паузу Блай просит, это Блая, по-моему, проблемы. Компьютер вожает. Что-то у него вечно такие, такого рода проблемы. Так, ГГ упал, не обновляйте страницу, пишут в чатах, так что аккуратнее. Если не планируете уходить с ГГ, лучше не обновляйте стрим. Оп, включил случайно, извиняйте, кто испугался. Хе-хе. Все, поехали, возобновляет игру Блая. Посмотрите, показал, что немножко будет агрессивно играть, там мув, да, какой-то ранее переходит в чистая макро. То есть, третий хат их тянет, крип к ней как раз. Один криптумер, правда, не участвует в этом, но уже почти вот до третий дотянул. Очень неплохо. Ну, тут похоже на стиль ЛЗ, когда делается несколько пассивных ходов, типа мува там, мута и так далее. Куча защитного всего, а потом халявится. Да, ну, Хэппи пришел, увидел третью, все, примерно видит, заезжает и, кстати, две квены... Лингов не заказано у Блая, почему? Лингов не заказано и две квены, вот я сколько раз замечал, три квены, они неплохо стоят, потому что как-то тяжело фокусить одну, по-любому есть лечение, а вот две квены они не очень, как бы, хотя, вот, посмотрите... Всегда можно выбрать ту, которую нельзя подлечить. Да, которую нельзя подлечить, и, наверное, плюс, если одну фокусить, то одна останется, если умрет, то все, вообще тогда, пиши, пропало. Вот, ну, Блай, кстати, отколупался, как-то Хэппи ничего не потерял, но... У Блай остальные, не скажу что, потому что, когда он видел, сколько там гелионов с рипперами, и он не заказывал лингов, это было очень круто. Да, ну, смотри, Хэппи как быстро, быстро, быстро отчинивает своих гелионов гигантским количеством рабочих. Вот, нужно бы ему направить их обратно на добычу. У него нет третьей СЦ, опасные игры он играет здесь. Но боевой лимит два раза больше, сейчас идет выход, вот, его стандартный. Марики уже на стиме, и щиты уже почти готовы, и гелионы все живы, 8 штук плюс 2 риппера. Посмотри, вот, он... Ну, вот, тут уже есть в Беллинге 3 квены, 4 квены. Да, квена одна, правда, сразу же упала, и, посмотри, какой контроль пошел. То есть, в чем прикол Хэппи, он все сохранил, всех юнитов от Хараса начального. У него реально дофига, и Беллингами так просто убить, и вот, посмотри, начинает он давить, но врывается сейчас слишком далеко, по-моему. Слушай, а сейчас может задавить просто, хотя 50 лингов в заказе, но они будут же по очереди добегать. Они будут по очереди добегать, единственное, что все квены живы пока, но это ненадолго. Вот они умирают, Блай не успел их полечить, еще до теканей идет. Это, да, это печально очень, лимиты у Блай меньше. Рабочий, конечно, больше, но третий уже умрет. Если лейер, лейер есть, но не готов, даже не заказан мув на Беллингов. Да, он, кстати, сначала грейд на милишную атаку заказал, а потом отменил, и все-таки решил на Беллингов зацепы сделать. По-моему, пушить будет с двух бас Алынова. У него, правда, ни одной квены нет, чего тут делать вообще не представляю. Возможно, но видит Блай, что Хэппи в центре, что его много, видит, что есть щиты у Маликов, и только на Крепе он может без зацепов пока что-то делать. Вот, плюсом у него 1-1 не заказан, он по грейдам еще будет проседать, Беллинги вперед идут, Хэппи убегает от нас с Крепа, засаживает Маликов в медиваки, и полетел Харас. Ну, вы посмотрите, как он резко изменил направление, и он прав, потому что... Он понимает, что ему надо время просто потянуть, и все. Да, ему надо время потянуть, плюс он понимает, что у Блай сейчас все в одном пулаке, и ему очень тяжело туда-сюда. Засадиться и улететь, это всегда успеешь. Да, и Харас очень большую пользу приносит, сейчас все пул пытается хэппи фокуснуть, но не успевает. Беллинг врезался куда-то не туда. Я не понял, он, по-моему, в логово врезался. Вполне возможно, что я сейчас... Не то, что частенько видел от Блай, мисклики, что он свои какие-то здания там, но у него просто высокие очень АПМ, и у него и контроль, соответственно, такой активный, то есть он постоянно везде. Поэтому бывают и мисклики. Вот еще два медивака, и видит Блай их, и это 4 медивака будет, и дроп почти полный, то есть это очень жесткий дроп у нас. Да, четверной дроп без беллингов вообще практически не отбивается. И в два разных места. Да, в два разных места расплетел, на мейне пошел дроп, дроп, кстати, в хорошую позицию, сразу за минериалы, линги не действуют здесь. Один медивак... Кстати, я заметил, на этой карте хэппи как-то лучше разводят, чем на других. Шейнл, да, кстати, хотя с протасами. Посмотри, как на мейне там марики героически стоят, просто по много киллсов, там по 4, по 5, по 3 киллсов. И третью в это время отменяет. И отменяет третью, да. 120 на 60 лимит, ну тут просто хэппи за... Я не знаю, в лучших традициях жанра своего просто. Сыграл в свою игру 100%. Да, изничтожил Блая. Еще не все, кэш потеряно, просто столько видел игр с Блай МК, казалось бы, вот, ну то, что о чем ты говорил, что уже все, но он потом каким-то чудом вала. Но здесь я не знаю, как бы. Да, на 20 рабочих больше у хэппи еще сейчас пул отменяет. Пулы на второй одновременно был харассу, тут овера можно было бы сбить, но хэппи улетает все-таки там через шифт. Везде, всегда везде быть тоже нереально, даже хэппи. Третье за дефлина. Единственное, что вот если бы хэппи еще, когда вот это все делал, просто, у него какие-то как-нибудь ЦЦшки там на нулевой контрол были забинжены, он просто С нажимал, да, там, чтобы рабочие строились. Вот он, потому что долго не строил КСМ, то есть в третьем уже раскачал при этом харассе, то вообще бы без шанса было. Ну и так все очень хорошо. Да, то это был бы уже гибрид Каса с хэппи. Ну да. То есть, как топовой. Потому что у Каса наоборот тема. Он во время боя зажимает С и идет строить КСМ-ов, у него все отдается. А у хэппи наоборот. Ничего не строится, но зато и ничего не отдается, как правило. Много света. Хэппи треть идет отменять. 130-140 на 60 лимита. Более чем в два раза преимущество по лимиту. Лайчик отменяет хату. 2-2 заказывает. Рабочих на двадцатку меньше. Принимается эти дроп. Минки выстреливают. Вот тут уже хэппи понял, что не проиграет. Уже больше развлекается, чем реально. Да, дроп на мейн идет. Ой, не на мейн, а точнее на вторую. Вот теперь и на мейн, а на вторую просто забегание с этих двух дроп. Сплитятся марики. Как раз таки от бейна, посмотри, какой сплит пошел. По одному, что бегает и шерлай. Стоит такая подкрепа небольшая, на всякий случай. Типа, если отобьется, я прийду в семя. Так, попробую дропами просто убить. Так, сейчас я создам. И мы продолжим. Так, сейчас я посмотрю, написал он куда. Ага, пополам. Тысяча рублей. Половина в призовой, половина нам. От таймфлая. Так что призовой уже почти семерка, да? Ой, почти шестерка. Да. И два тенги кто-то на плазму прислал. Миниатюрную. Так, так, что бы я сказал? Дереликт. Карта. Так, это у нас как по-русски будет? Затерянный, затерянный. Богоди-ка, погоди-ка. Брошенный страж, все вижу. Мы тоже создаем игру. Мне тоже кто-то там что-то прислал, но я пока не могу посмотреть. Сейчас я создам и гляну обязательно. Два тенги это сильно. Так, заскакивай через меня в игру. Это почти как 20 евро, только два тенги. Да. Не помню белорусских кто-то прислал. Ну, тенги тоже меньше рубля. Белорусские, да совсем там просто. Блайчик пока не заходит, ждем. Блай, может, демку хочет посмотреть. 1-1 счет, кстати. Сейчас я попробую кое-что сделать, чтобы счет отображался, но я не уверен. Да, реблай будут доступны, конечно, я думаю. Почему бы и нет. Все, запускаю. Третья игра у нас. 1-1 счет. Откуда бы поставить? Вот сюда поставлю. А то все время счет спрашивают. Так, на киви мне тут 600 рублей пришло от Amleo. Спасибо за стрим, подели на три части и разложи, куда посчитаешь нужным. Так что в итоге сделать нужно, я не понимаю немножко, если честно. Ну, а как бы подвестить его туда и туда, ну, разберемся, в общем. Все, потом мы будем высылать это все уже примерно посчитаем, все сделаем. В общем, всем спасибо, кто поддерживает. Если хотите сделать, то реквизиты все есть. У Лехи свои, у меня свои, как бы мы разберемся со всем. Да, это не проблема. Да, может кто на призовой, кто на следующий, может мочко, может просто поддержать хочет. Вот. На премиумы подписывайся, естественно, от нас был в стриме. Ну, разные, как бы там, меня свои, у Лехи свои. Вот и пришел матч, постараемся делать. Возможно, я не знаю, в январе, я не знаю, как попрет, правда, может быть, получится какой-то турнирчик организовать такой для СНГ-шных игроков, самых топовых. Вот. Но это все пока не точно, не точная инфа по этому. Конечно, конечно, все не точно, что январь, во-первых, начало праздничное месяце, во-вторых, у меня там... Да, все будут синие валяться. Не знаю, кто как, но у меня еще только у жены день рождения, как бы у меня день рождения в январе, вот, то есть и ВКС еще там начинается, короче, много всего, в общем, следите за анонсами, за нашими. Да, там много чего интересного будет. Так, у Блая стандартная пятнадцатая хада, у Хэппи опять рипер, по-моему. По-моему, Хэппи всегда через рипера открывается, я вот сколько последних в его игр не смотрел, против Зарьгония всегда рипер. Практически, да, может, есть некоторые карты, где нет, но даже на таких вот, здесь вот не самая удобная карта для рипера, тоже и ансу, да, там, где вообще просто миллион мест, где можно наверх запрыгнуть, это да, вот. Ну, тут новые риперы, это в плане разведки, а не чит, вообще чит. Ну да, у них 3.75 скорость, это, конечно, ужасная скорость для начальной такой стадии, просто с ним ничего абсолютно не сделать. С учетом риги и того, что они прыгают, так это вообще нереально просто. До мува шансов вообще нет, если нормально его контролить, что-либо сделать Заргу. А в прошлой игре так он вообще еще прилетел и раба забрал, насколько я помню. Тоже можно, Зарг может вполне недоконтролить легко, потому что, ну, ситуация иногда складывается такая, что раба особо и не спасти. Да, так и есть 6 лингов у Блая, это сейчас стандарт обычно, 6 лингов заказывают, чтобы уж до рабочих точно рипер не добрался, чтобы если убил, то лингов. Очень опасно, Хэппи тут чуть не зажал Блая, вот если просто, если ты так сразу первого рипера теряешь, это... Минус мораль, да. Это просто минус мораль, не то, что удар какой-то по экономике там или еще почему-то, это просто минус мораль, очень большая. Пытается Блай газ заказать, Хэппи пытался не дать ему это сделать, но в итоге все-таки заказывает он. Подконтролил, к виной, но рипер все, убежал, газ нужно отменять, но, тем не менее, по потерям рабочих ноль. И видишь, опять рипер на ццеху встал, не прилетает вторым. Да. Очень правильно. И опять... Можно, конечно, Марика делать вместо этого рипера, но уже опаснее. Слушай, но многие оставляют просто, ну, потому что если два рипера улетели, там очень-очень долго нет продакшна. То есть, если туда два линга ворвались, это сразу замедление цц, а с4, там еще и рабочих можно подгрызть очень серьезно. Вот, поэтому частенько оставлять, тем более Блай, он, кстати, очень любит вот эти всякие забегания, он в ЗВП-то, он вообще как бы постоянно там 4-6 собачек лишних заказать, это всегда... Ну, я помню на Дримхаке на каком-то Димага 10 собак заказал, прибежал к кому-то корейцу, у того сапплай открыт, делается пристройка на реактор, и риперы где-то у Блая летают. Забежал просто и 10 собаками сожрал. Да, да. Я не помню, кто это был, какой-то очень крутой, то ли бомбер, то ли еще кто-то. А, флэш, флэш точно. Корейцы, корейцы просто не готовы зачастую к нестандарту, в чем тут, и это нужно всегда помнить. То есть, у Блая есть такая прикольная стратегия, до заказа 16 где-то лингов без мува, на вот такие карты, как Эвервин, где-то 14 сцелевые, тут Джагджи он тоже подсажрал, я помню, недавно на каком-то турнире. Тебе тут Дебаир передает, чтобы ты проверил Е-кошелек, ты не заметил. Ага, хорошо, проверю, все, ребят, просто я создаю игры, еще особого времени нет, все будет нормально, плюс надо следить, и 4 гиллиона тут заезжают. И, по-моему, он подумал, что не проедет, и раздискнул на две части. Да, и 2 на 2 здесь, в итоге это, конечно, тяжелее двумя, с двух сторон захарасить, но умирают несколько караву, череши, в Хэппи атакуют. Он забил на верхних и контролил только нижних. Да, но все равно где-то штук 7, наверное, погорело рабочих, я так думаю. Принял волевое. Еще 2 рабочих сжег, вот это да. Давайте посмотрим, откроем, 11 рабочих, посмотрите, то есть в одном с двух направлений сжег 11. То есть бывает, что человек четырьмя не может в одном даже месте столько сжечь, а Хэппи его. Ну, забавно, что он реально в одну секунду решил, что не буду я верхние контролить, сконцентрируюсь полностью на нижних. Знаешь, как если погонишься за двумя сразу, с зайцами ни одного не получишь. Он решил, что хотя бы одного, но он точно поймает за уши. Тем не менее, 52-35 по рабочим ситуациям. Еще 4 гелиона, правда, заезжают от Хэппи. И Квена здесь перекрывает ли она полностью-то проход здесь? По-моему, нет. Вырываются гелионы. Очень странно, они протискиваются с большим трудом. Но тут видно, что проход реально большой здесь у Блая, вот в этом месте. И одна Квена, они просто не закрываются. И еще погорели рабочие с 7 штук. Еще с 7 штук, да, жестко. 18 рабов минус. Это, конечно, не в лучших традициях Хэппи, но уже что-то. Я помню, когда еще не умели отбиваться от этих гелионов, там, стеночки строить и так далее, грамотно не умели. Так там и по 70 горело. Да, бывали за 100 у Хэппи игры, где он сжигал, но все равно зачастую заерги остраивались. То есть рабочих-то жгешь, но реализовать нужно в какой-то момент, ведь это все преимущество. Я помню, в Димаге против Хэппи Страта было. Он ничего не строил, кроме рабов. Хэппи ему жег рабов, он строил еще больше рабов. И так в итоге выигрывал даже. Да, и Димага продавливал роллочек игрой, помню, Хэппи. На ВКС, да, там, как он в плей-офф, помню, Хэппи выиграл. Хотя никто этого вообще не ожидал. Просто Димага такой игрок, что он как бы не тренится, но может сосредоточиться. У него тоже сейчас... Он как раз тренится, каждый день стримит. Нет, сейчас, да, но может быть не с таким усердием, как раньше. Зачастую, что к турнирам он просто готов, а на ладере его там все катают практически. Ну, у него видно, что в плане интереса от игры он уже не так много получает, поэтому то, что он штампует десятками игр и на ладере не так круто. Очень жесткий врыв на мейн, просто минус леер. И тут Мародер один еще есть в этом дропе, который демеджить помогает очень и было, и пока на третий отбивался. Жесть, прилетел. Ну, кстати, ДПС такой огромный еще и благодаря Мародеру, который под стиппаком по зданиям просто жестит. Да, да, я говорю, двадцатка просто лишняя демеджа, в отличие от шести мариков. По зданиям Мародеры, конечно, два дропа, там вот если, допустим, грейды еще, если два медивака с восьми Мародерами чистыми дробуются, это просто пиши в Рапало, там здания разлетаются, я не знаю, даже Нексус, которого тысячу на тысячу просто падает буквально в течение нескольких секунд. Привет, привет, всем тут говорят 360 рабов и хэппи рекорд. 360, может быть и так, но это, наверное, какой-то, да, такой, не знаю, с кем. Отправил в каменный век Блайчика, да, хорошо сказано. Ну да, как раз-таки Тир-2 отменил, поиграй пока, Линга Мирова очень и без мула там сказал. Бери, это каменный топор, а не бронзовый. Да, но мув, кстати, Блай успел заказать, это тоже плюс для него. Но тут посмотри, какое Шатайлова начинается просто. Блай так и живет с 50 рабочими, вот как тогда первый раз хэппи заехал, у него 51 было, так до сих пор 56 и есть. А хэппи медленными темпами, ну как медленными, все строит, строит уже 1-1, скоро будет готов. Единственное, что у Блайгрейды, конечно, гораздо раньше, но... Правда, у хэппи ни одного раба еще не умерла, но у него их 45. Да, да. Это грустно, реально. На 13-й минуте 45 рабочих. При трех ЦЦшках он вообще их не строит, просто видишь такой момент. Хотя, хотя, вот я не знаю, просто может быть он считает, что у него такой стиль, но мне кажется, его обязательно нужно так обгрейдовать, просто... А, у меня другой интерфейс не показывается, просто где у него ЦЦшки вбинжены, просто нужно их так биндить, чтобы удобно просто сжать было эту кнопку, как бы и... Реально, чтобы сами они подстраивались. Тогда макрос ему надо на заказ раба, чтобы пробел нажал, рабы заказались. Так, бараки есть. Тем более, что во втором Старкрафте это, ну, гораздо проще, чем в первом делать в том же, ну, все вбиндится в один контрол. Ну, конечно, не надо все ЦЦ прокликивать, чтобы в каждом заказать КСМ-ки. Более того, еще их нужно было направить, а не с точки сбора, они сами ехали в итоге добывать. Еще-то прикол в том, что Хэппи сейчас очень много сканов тратит, он мулов почти не пускает. Да, он добывает практически всегда только рабочими. У него как раз преимущество по лимиту достигается только за счет того, что он перехарасивает жестко. Да, вот, пошел светочер, выбивает крипы, зато вот... Недавно смотрели как раз на французский турнир, дальше такой тиран. Вот тот просто построил лимит, не просканил, ломится просто вперед. Его по факту бейлинги врываются, он пытается расплитить, агребает. У Хэппи такого никак почти не бывает. То есть, если это не неожиданность какая-то, если тут не подловил его враг, он просто свет заранее, и тогда уже как бы он начинает драться. Потому что, если вы видите зерга врыв, то, конечно же, сплит сделать гораздо проще будет, чем по факту уже, когда он... Кстати, очень тут грамотно подметили в чате, парень из чати, это Наргил, говорит, реально, смотри, у Хэппи на семерку цц забинжено, это реально неудобно. То есть, у него, видишь, перерыв между остальными зданиями есть, на шестерку ничего не забинжено. То есть, чтобы ему цц выбрать, ему нужно семерку нажать, которая состоит от других как бы удаленно. Ну, вообще, да, ну, я особо с этим не согласен, потому что у меня, например, всегда на ноль просто Нексусы были, и это кому как привычно, то есть, это удобно. То есть, ноль это последняя, как бы, клаешь, она всегда... Ноль это последняя боковая, а семь, это и не шесть. Ну да, согласен тут как-то. То есть, он видно редко достаточно на них жмякает, и на бум, видишь, у него семь, восемь, девять забинжено цц. Да, да, двойной дроп, посмотри на третью пошел, Блай пытается выбить. С лимитой 170 на 170, все было плохо у Блая, а лимиты, тем не менее, одинаковые, и четвертую он ставит. Ну, вот это как раз следствие, мне кажется, малого количества рабочих, и марики здесь запутались немножко, пошли вперед, и все, лимита у Хэппи меньше уже, но он, правда, убивает четвертую. И барабам у них одинаково, то есть, боевой лимит у Блая по факту здесь больше, потому что у Хэппи-то он еще в продакшене, и там где-то добегает. Да, да, и дроп сейчас Блай подрежет, вот стоит Медивак, Хэппи забыл его сконтролить, Хэппи забыл сконтролить, блин. Ну, правда, Хэппи, смотри, тут держит на трех базах, Блай и Чига сам четвертую ставит. Ставит четвертую, ну, посмотри, у него просто ничего нету здесь, у него мариков тут смешное количество, как только Блай это просто все выбит, вот он пошел. Это не то, что без потерь, но потери будут небольшие, мне кажется, просто у Блая. Ну, тут хорошо заспличено, поэтому могут быть только потери. А если бы все в куче стояло, то вообще бы тут в ноль разменялся Блай без потерь. Да, да, и причем большинство потерь чисто от мин, потому что здесь есть мины. Другие юниты ничего не убили, вот они до сих пор дэмош носят, вот 9 киллсов, пожалуйста, у мин. Сейчас у остальных КД пройдет, Блай, зачем ты здесь стоишь? Уверсит есть, вот КД пошел, повезло, вот эта мина не нанесла ничего. Чига слегу, она жахнула, а сейчас жахнут. Одна жахнула, но пора очень попала. Очень везуче жахнула, к вину сейчас заберут. Да, минные поля просто, которые не может Блай до сих пор выбить. Но муталецков у него, кстати, сколько еще? 23 уже стало муталецков и плюс 2 есть на муту. Раньше, чем 2-2 у Хэппи, плюс 2 на муту, кстати, это вот очень странный такой момент. Решил и то, что Грэйды Блай раньше начал в этой игре делать, реально. Решил и то, что ему лэйр на самом деле отменили, а шпиль уже был, ему нечего было делать, кроме как ранний плюс 1 заказывать и потом ранний плюс 2. Еще один выстрел минки, еще 2 минки выстреливают, то есть Блай все еще разминирует, тут пытается четвертую занять, в Хэппи четвертую уже добывается. Ну, лимита больше у Блая, боевой больше, 3 двоечки снизу Грэйды такие очень хорошие. Тут у нас Хэппи тоже 2-2 доделал, третью атаку по КД. Ну, слушай, 3-4, конечно, за ругой, это адски сложно выиграть. Ну, да, но четвертый он ставит, и вот всегда, что игры Блай видел, для него реально это главное боевой его лимит, чтобы было что контролить. Потому что если когда нет у него, то облога, все. Когда есть, то он умеет и муткой подхарасить, и все, закупочку миноком, кстати, Хэппи сделал давно уже, мне кажется. И хорошо Хэппи не жидится на туретке. Да. Везде добавляет, на мейне так вообще посмотри. Ох, как Мариков ловит Блай, ты посмотри, просто на... И сколько минок, и всех, я всех поймал. Это просто жесть какая-то. И на четвертый Блай, посмотри, мута ворвалась, туреток недостаточно, хоть их было 3, но не прикрывали их ни мины, ни Марики, и рабочие здесь пострадали. У Хэппи Мариков отбиваться мало приходит, одновременно дроп от Хэппи на мейн идет, но... Просто разобрал тут Блай, просто разобрал. Но дроп-то выбит, да, конечно, быстро по крипу он превозвращается, а вот четвертый у Хэппи непонятно, выживет ли вообще или нет. Сомневаюсь, что тут очень много муты, она еще со второй атакой. Да, мута с атакой, по-моему, Блай просто дофокусил сейчас, да, дофокусил просто, и мулы бесполезные, 4 этих нужно переводить, и 100 на 200 практически лимита сейчас стали в пользу Блая. Очень, очень резко картина изменилась. Да, да, вот это типичный стиль Блая, он ждет ошибки какой-то, и вот это была грубейшая ошибка на камнях, отдача, столько Мариков с минками, там, медиваков не было. Еще и не заметил Хэппи, как Блай врывается. И вот смотри, Блай делает армор на муту, вот это как раз стиль Скалит, они из одной команды, я думаю, что он берет из ее билдов что-то, да, там, потому что... Раз, два, три. Не слышно меня нифига. Тебя не слышно? Ну, на стриме меня перестало быть слышно, должно быть. Странно. gg пишет happy 4g счет 2 1 в пользу благо до счет 21 я перезапустил стрим у меня просто это я случайно выткнул микрофон и бродкастер перестал ловить мой микро понял ждем инфу по карте нормально ребят случайно просто вы так ну да альтер зим крепость альтер зим выбирает хэппи это огромная карта кстати странно что тирана выбирают каждый так куда те где она вообще смотрел ладерная где 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 так получше будет так войдя ладер маппул так как не ладер то выбрать маппул или я просто не вижу где эта крепость находится давай я посмотрю альтер и поиск не искал ну еще чуть-чуть пожалуйста еще погромче все нашел я погоди-ка вроде как даже нашел ну давай создавайте а ты раз нашел крепость альтер зим тв близзардовская карта бла и мне пишет как я выиграл хотел выйти не знает как мы действительно камбэк был жесткий за и игроков тоже сейчас я проверю пока что происходит не мы не будем новые карты запилить шума пол уже был объявлен не очень хорошо так делать что блин со звуком то сейчас подождите ребятки все все будет хорошо инфа со . skype наверное опять бомбит меня 1 2 3 1 2 хорошо да у skype там все готовы это было 7 ребята было 7 давайте я напишу даже у себя в счете может хоть вопрос поменьше будет так понял кто там писал до проверил я в обмане 10 евро тут скинуто 50 на десяток понимаю нам вот сколько может стоить проведение шума час рекламой моей фирмы спрашивает человек ну отпиши нам в личку до скайпе там по этому поводу можно все обсудить будет это реально все провести да вполне так понял рева что тебе интересно но раз хэви пунктуальные все я думаю что ему это не понравится да еблая тоже так что давайте смотреть на этих картах будут еще шоу матча по-любому так нифига себе чем эта карта кому не нравится она по моему более чем уникальная с внутренним карманом до огромное не револьверус предлагает на новых картах вкс и провести да там все это дело тут вообще такая неадекватная карта немножко ее на самом деле тиран это по идее не слишком любить должны но хэпи у нас тоже уникальный тиран он любит засесть и тут как раз чтобы засесть самое то да да он он как этот он как менеджер как всем сити знаете базу развил и потом дропчики в разные стороны только посылает и пытается получить с каждого из них прибыли побольше то есть потратил там 400 минералов на мариков 100 100 на медивак вот он 500 минералов 100 газа потратил и пытается тысячу минералов ими убить и в профите в итоге оказаться еще не забывай что у хэпи есть стиль когда просто масс торы там по двадцатке плюс рейвена такой тех стильно тоже может он продемонстрировать нам а есть такой стиль как 60 воронов и туретками идем к зергу рядами вас рядок 2 рядок когда-нибудь да придем зерк нападает в него летят ракеты defense дроны размен с туретками идет когда-нибудь ресурс это кончится эти хэпи не остановит то что тут раз два четыре пять шесть семь восемь десять бас только на стороне блая нет все когда-нибудь кончается даже 10 бас ну да просто бывают такие лимиты что да там до заказа не до заказа у тебя может быть там двадцать на десять тысяч даже ресурсов ну те просто сбивают продакшн когда в нужно нападают просто нужное место да где основной продакшн ты уже не можешь восстановить адекватно его быстро много всяких ситуаций в старкрафте так у хэпи cc к вот кстати на этой карте ну на это если вы репер и он играл было совсем странно как бы было бы мега странно да да блай тоже не стесняется он ну кстати он понимает что никакого рипера тут не будет да ну кстати не скажи все он перестраховался выше если бы он вообще не стеснялся то он бы допула на эту третью заказал кстати не факт хотя многими игроками говорил как раз на этот повод на этот счет многие считают что три хаты до пула вообще не выгодно по экономике ну как сказать они трогают некоторое время то по-любому это неплохо но если начинается хара стоит не хорошо потому что так как вины защищают плюс раньше инъекции идут к нет понимаешь 2 хаты с ранними инъекциями лучше чем 3 хаты позднее без инъекций тогда может быть просто тогда лучше как вот димак говорил что 14 пул выгоднее чем 15 хатку что раньше инъекции по рабочему лучше тогда может лучше вообще с пулу начинать и плюс 2 ставить 14 пул выгоднее 15 хаты во многих случаях да по экономике если все грамотно делать но тогда третью хату позднее просто ставишь но раньше квины появляются но позднее третья хата то есть тут что-то среднее между этими варианты тоже посмотри чё ему стесняться третье cc пошло ну тут я думаю что должна нас ожидать какая-то игра макро да притом скорее всего нестандартное что-то типа меха от хэппи потому что на этой но фас треть мят cc хаты очень не любят играть пехоту потому что дропы поздно на тут еще в пехоте в чем прикол из не переведя что очень должно быть хорошее дотекание то есть зачастую да как корейцы играют там такая линия идет и нужно вовремя чтобы она подходила для этого большое расстояние очень невыгодно меха же прикол в том что ты дерешься чисто тем что есть у тебя там как вот если там один тор придет он что-то тем более его поймать раз смотри две факты это мех две факты и это будет выжигание синим пламенем скорее всего будет ли готов была вообще к этому факта правда вторая как-то очень странные погоди ну на бараке то лаба но он эту лабу хочет использовать но не будет же он факту оттуда лететь нет не будет а это это обманная лаба да лабу когда грейд закажется только если блайд залетит фугасы заказать конечно заказываешь фугасы пошел грейд что угодно заказать какая разница самое дешевое в росту чтобы не занимать много ресурсов 50 на 50 фугасы магические грейд его никогда никто не заказывает даже когда он нужен а ты говоришь для фейка заказать в весе но последнее время стал замечать многие тираны начали все таки строить фугасы и причем в такой ситуации к просто видит что много бэйнов потому что вот реально когда врываются бэйнов штук 7 и там есть пять мародеров где-то на стиме они могут всех их затормозить и там сплитить гораздо легче становится а многие забывают это делать но это конечно косяки 4 гиллиона врыв идет посмотрите блайн готов к этому вообще и рабочими отбиваться но не очень от гиллионов минус уже штук пять наверно вина в проходе и она кстати посмотри как хорошо к вину блайпа стоил как-то протискиваться гиллиону вот что вот я не по иногда я не понимаю физику 2 starcraft а как они там как вот как линги эти протискиваются между берегу он заканулись не протиснулись она 5 раз протиснулись да именно причем толкал переднего задней как будто бы просто немножко такое ощущение там нужен особый приказ от хэппи может быть да как бы ну рабочих срошусь от 1 на 40 гонит позаблая четвертая хата как бы он просто наглеет по максимуму 13 рабочих потерял он только что типа команда от императора не шагу назад и только что было обнаружено влаем что гиллиона как он сейчас-то соберу смотри чё за жесть происходит где вообще было только сверху дефицит только 3 ровочи в продакшене сейчас сейчас еще просто не 13 мне кажется всех 30 3 ровочи тут никак не помогут все равно все нафиг это они помогут но и столько рабочих этих на мэйну вести в проходе дефицит потому что сейчас ну блин влайк ты чё не заметил что здесь такая происходит просто вещь нет он не заметил это печаль начинается просто печаль просто выжигание посмотрите какое идет хэппи тут я не знаю он же видел овером 33 34 раба минус 3 тоже есть еще и гиллиона уезжают я видел что овер залетел и мимо него как раз ехали гиллиона может быть вла не смотрел за этим овером я не знаю что там происходило вообще для меня это загадка прячется рабочие на 4 ровочи идут у отбивать ну заметит ли хэппи этих рабочих он видит он увидел краем вижу на своего но не поехал дальше почему-то так 11 на ровочи муф рову чем и hydra dn infestation при этом у них еще одинаково работ одинаково плюс угла и перспективы вот еще 11 продакшене посмотри то есть блай просто что делает он ждет пока этот хара сойдет на нет и просто все равно переходит стандартную экономику понимает что там техника и выходит просто в hydra ровочи с гридами и свайперами стандартных видимо ну вообще из такой ситуации очень тяжело с техникой будет ему играть без преимущества по экономике сейчас еще ему выжгут пару рабов наверно я пара пара то точно выжгет хэппи да не пару даже больше на 4 вот уже 5 нет 4 в итоге как-то повезло вот этому одному рабочему надо на 2 и потом как он выжил непонятно вроде его 2 гелёна открывали да не него ни один залп не успел сделать 75 68 ну посмотри ну как преимущества то особого нет но 4 х а ты уже есть и хайф уже есть то есть в принципе по плану все идет угла и как-то он нагло не спорки нигде ничего а вот сейчас уже хэлбатами мог бы хэппи да там начать летать например но хэппи тут не стал сильно агрессивно действовать кстати прикольно что теперь сделал 3-3 грейды и можешь хоть воздух под землю строить нужно париться так это на самом это не просто усилению это очень сильное усиление и мне как я уже говорил давно ну не знаю может быть посчитали этого недостаточно уже неплохо было бы если бы не вот как сделали сначала армора объединили а просто атаку объединили бы техники воздушные наземные что атака уже бы решала да то есть викинги там с трешкой и земля там с 33 допустим и ты доделаешь но когда два грейда на все это просто смотри как прикольно викинги сбивают оверов у них уже один грейд на атаку есть по воздуху да и было ничего с этим не поделать но он просто наплодил крипа с помощью этих оверов но нужно уводить их что хэппи здесь чересчур много сопла я вам и сбил это потери еще один раз жесткий как и по рабочим и выход пошел посмотри а пошел крип сбривать до хэппи пошел сбривать крип эти потери икс два сейчас примерно в пользу хэппи вот но было и имеет экономику на 92 рабочих снарил было все-таки он установил и добычу у него больше чем у хэппи все нормально пятую наверно ставить нужно пытается с ровучи гидро и блайчик здесь поймать хэппи ну много хэппи здесь слушаю у хэппи сейчас должно быть не очень приятно тут находиться он видит что если в блай еще чуть-чуть подкреп и придет может и сожрать да просто и он уходит спокойно конечно правильно и 66 вайперов 6 вайперов это же 1200 по газу выходит да ну это жестко 2-2 роучи такие наглые вообще 4 роучи гонят пачку танков шайл гидры муфта вообще есть у нее даже мува нет блайчу это наглее здесь по моему немножко да я бы сказал не немножко очень странно очень много лимита отдал при том что ресурсов на новые у него нет да действительно очень странно владеет дрался он просто видимо тянет время до вайперов я не знаю про что он иначе делает но время у него так и так есть вайпер уже готова вот они энергию и опасно бай конечно избавишек дегриды делается вот это хп конечно вынимает это все но все энергия есть что вот это за контроль гидрой такой непонятный не поручи посмотри диверсант реки лса уже на пока планетарка не заморфилась тут наказывает рабочих вот уже у него еще и закопочка есть и закопочка эту редку не даст построить так просто он не хочет чисто теоретически с хорошим контролем он может убить планетарку если он будет пару раз стрелять закапываться пара раз стрелять но он может еще же вокруг нее по идее бегать она что он долго поворачивается да там но он наверное не успеет стрелять может быть не успеет то что двумя лингами можно со скоростью расконтролить планетарку это факт да но это уже если такая ситуация когда кроме планетарки и двух лингов ничего нет в игре ломится в лайк где же вайпер они сзади как-то опасно он ломится лимит это тут малого деленка пошла ну очень поздно вайперы прилетели очень поздно вайперы есть викинги которые могут их сбить и блайдис отдается блайдис что-то наглеет тут конечно очень сильно он одновременно напал разобрал бы а так дпс и не хватило и в это время еще тут выжигание на мэне да тут с вахар бата дополняет убиванием 60 рабов минус 50 60 50 да жестко и один ровуч восьмерых вот там вот как раз на четвертый завалил просто один герой там изо всех отдулся за своих 60 потерянных новые хаты от блайдис пошли на проблема техники в том что до конца если убивать то нужно полностью уходить фактически это всегда размен то есть как бы или же такая до 3 на 4 еще где-то рома увидим воронов ребята по соточках пошли лаба на старпорт а когда будет рейвна хэппи вперед не спешит он не хочет вперед идти облайн наверное будет стараться конечно убить с вайперами как-то хэппи и вот если он понимает что рейвена для него опасно почему тогда он так ломился если ты не хочешь дать рейвенов тирану то нужно скопить и одним ударом попытаться с вайперами с вайперами за у него что-то вайперы затупили точнее блайд затупил там и вайперы и я бы сказал бы что там и кулак то по земле был там и не было 200 там 180 как-то было так по-моему я на там видно было что если бы треть еще до вайперов не отдалась он мог бы проломить на достигании но не если там сразу бы вайпера еще были тогда тоже возможно было бы лучше все сейчас очень опасно блайд вайперами летает никакого прикрытия антиэйра вообще вот кроме четырех гидра лисков нету то есть они могут умереть и это столько минус по газу это жестко кстати сейчас можно пойти просто планетарку минус на можно но выхода а нет смотри там и выход есть камни можно пробить еще сзади выйти зеленка пошла от бла и просто он теряет всех вайперов здесь а у хэпи много народа здесь достаточно такие торы уходят из-под зеленки танки и сзади неплохо ну как неплохо 5 вайперов потерянных или сколько там что ему тут нафиг размен не нужен был размен нафиг не нужен плюс по мне кажется по ресурсам хотя нет ссоре 16 на 12 в итоге еще 36 ручей продакшни но было видимо хочет таким мясом и давить все время хэпи потому что я не знаю что он еще планируете сделать почему 3 3 ранжовая не делает он уже кстати перешел на милишные игры ты то есть это на ультралис каверн заказал вот еще хаты на по левой стороне карты везде пошли в росту он будет переходить он сейчас будет разводить разводить мясом а потом скопит ресурсов и перейдет скорее всего в лимит брудов либо в лимит ультралов посмотрит во что выгоднее достаточно стандартная тема против 2 спайру смотри грейды пошли но а что тиран гритну делай с двух спайров у меня 33 на все просто заказанный комбинацию который будет пофиг что у тебя ну да плюс хэпи уже максимальные грейды у него продакшене на все причем отличный контроль от блая от трех этих сикер мисла при неплохо давит не продавит конечно но давит неплохо давит неплохо ну как не продавит почему почему так хэпи дерется танками без сиджа не понимаю единственно тоже непонятно и нету защитных планетарок планетарок нет и размен не хорош для хэпи 130 на 150 ублая до заказ 17 гидра лесков утро учи пытается под планетарку ворваться но естественно не не убьют и я должны быть защитные планетарки на такой стадии потому что тиран не может быстро лимит восстановить ему нужно что-то что прикрывает его чтобы вазеркс до заказа после размена не убил причем к столько ресурсов их должно быть тут например на базе до которая вот здесь девяти часам ниже куда там находится там их штуки 3 можно ставить сразу что лучше если приходит там 15 20 лучи то без каких-либо юнитов не нельзя просто они ничего не могут сделать тогда так еще заказ вайперов и так идет кстати гидра лески вперед идут хочет на планетарку влайн ломиться ну не знаю получится ли нет не на планетарку в итоге он все-таки к 2 идет здесь есть танк почему-то все шут наконец-то расшатать короче он хэпи и потом в какое-то место наломиться с вайперами до приобретает просто масштабное куда развитие события эта игра вайперов сколько угла сейчас 7 штук бин тут даже не знаю мне кажется пьет когда вайперы в бою теряются так лучше просто брать туда 3 с полной энергией они все вдохнут в итоге поставил зеленки все иначе просто им вайперов это 1400 газа блин и если ты их всех потеряешь что это же есть полнейшая но мне реально иногда кажется что надо четырех вайперов оставлять а трех брать с собой шесть зеленок кидаешь ну и хотя бы оставлять где-то не в бою а чуть по воду льда там как бы сзади поставил если что они прилетели 3х 3х ты слева так у блайн добывается просто у него тупо нет лимита на рабочих у него вот 81 дрон сейчас есть нужно переводить срочно со второй с мейна пусть лучше там запасы останутся какие-то чем тех а ты стоя в пустую буду стоять воровочи забега нетку интересно идет начинает даже если тебе пофиг где собираются ресурсы выгоднее чтобы на дальних базах были рабы на случай если размен пройдет да потому что с ближних всегда успеешь собрать лабораторный робот 1x смотри рядом с тем местом где я тоже его сейчас смотрел даже не понял сначала что такое летает какая-то штука лабораторный робот блин так здесь колбаты просто не замечают абсолютно плетку две плетки то было две было да ну отцы парни что поджарили поджарили плёточки начинают поджаривать рабочих внутри три грейды конечно с меди ваком 33 у блая на воздух почти все гряды хотя он пока его не сделал ну просто он понимает что есть вероятность что когда-то нужно будет заказать 2 500 на 2 500 это хэпи видел же что камни пробивают но видел что там блайк шарики видела лет непонятно но сейчас планетарка упадет и не делает армор а нет вот он только в продакшене армор этот на здание но вот я хочу сказать еще раз как всегда говорил ты делаешь технику бешки то не заняты грейдами сразу закажи эти все игры помогут по-любому и тури и точные вот эти на армор сикер миссала один только в роучер да там от него просто реально даже ничего не отлетела мокрое место только осталось было его не стал спах и бил же отдает рабочих обла игнорирует к зачем я тебе буду лимит боевой давать пусть они стоят здесь надо делать уже инфестора их и хватать ставить cc и своими воронами отвечать да ты же помнишь как сливка с грэбби играл и мазер шип был типа имбой со своей воронкой сливка плохо контролил он нашел выход просто сделав свой мазер шип ну да слушай но в первом старкрафте попроще было процессом с красными шариками потому что все-таки там на все время перейманировалось а здесь нужно постоянно переманивать все тоже не у не очень удачно хорошие хуки а уже вайперов тяжело стало блаю кстати сражаться потому что постоянно те в него мины летают гончи ему приходится отходить мины влетают плюс посмотри уже торы там такие у них которые по-любому дэмэдж наносят вот да он притягивает юнитов а они притягивают и раздают просто в итоге притянутые тары кстати на пушке переключены с ракет на пушке ну кс по воздуху правильному нет уже это что к по воздуху переключение идет да это против легких ракет и против всех остальных пушки легких нет да вайпер же они нелегкие по идее так светит хэппи видит все базы вот эти слева полетела опять а нет это один хэлбат ну без медивак это конечно он хоть и силен но всех один не убьет я так думаю хотя наверх сейчас зайдет здесь хата просто ничем не защищается в плане побежит ее отбивать то может и хату выжить принципе это долго будет сжечь право но кстати там ультралов большое количество было заказано 12 штук я вижу да угла и сейчас вайперов 5 есть тоже вышел выжил свои там три третий грейд заказан ты чё сейчас умрут бвшки влай неаккуратно не полечил вайперов красавчик чтобы они с красными хп не врывались минус газ будет а нет спалил спалил хэппи посмотри инфесторов и они не проползут чё-то он с авто турелями перебрал просто перенервничал по моему немножко хотя они долго будут стоять не спешит манна отрегениться сказал хэппи здесь тоже инфестор на пытались что сделать но танк с планетаркой мы разница видите 17 киллсов у планетарки 21 у танка когда они успели столько то врываются ультралы но они без вайперов опять плая дается по моему здесь да очень легко можно любое количество хотя нет смотри-ка ну торов подари подожрал конечно но остальных то смотри вот пришла зеленка ультралов там четыре или пять штук остается полудохлых и под планетарку лезть на танков мне кажется без шансов там тор еще живой там смотри какой прирост да тут ваншот танки просто бедных ультралов чё-то блага неплохая кстати участок ультрал неплохо подрался но куда там все отдал всех ультрала блай по потере 37 на 28 хэппи тоже потери несет конечно но углая больше ресурсов лимиты сейчас боевые одинаковые свет вошел ультралов понимает он что брудов тут вообще бесполезно делать против двух пачек воронов да но в итоге хэппи перейдет просто в чистых рэйвенов и ничего с этим будет не поделать реально что это будет масс просто вот эти авто турели в идеале наверное все таки еще десяток батл крузеров добавлять но ну да пока до этого не дошло но как бы батл крузер они вообще хорошо да просто они медленнее немножко но там есть и мата которая тоже очень плохо да просто они как бы как дпс по земле как танки как дпс чтобы не поймали там сразу мекозы еще чуть не делает бла кстати вот мне кажется что он на таких стадиях у зерга обязательно должен быть вот как раз таки не врал каких-нибудь там рэйвена заблудшего за не вралить но видимо он не рассчитывает тут настолько тонко сыграть такой макро игра 3 хэл бата идет мекозы на трех и один не хватает по 4 5 плеток на каждой базе на самом деле на кстати тут зашли они один проходит на дальнюю но тут ничего не добывается один ультрал пришел который сейчас будет разговаривать и ультрал и гидра обла и грейды полные вообще тут так в спайре не знаю 83 раба уничтожено 83 да еще тут нажигает до сих пор у нас один на дальней базе ухать тоже 50 уничтожено это он сам отдает ну да ну хэпи просто разменивают уже своих хэл бата не нужный лимит можно так сказать вот и рабочие поехали была последний грейд на воздух и будет каун будет на воздух переходить вообще не интересно собирается ли то есть если переход на воздух то это скорее всего будет до заказ масс масс муты я думаю он не собирается вообще на воздух переходить только в случае экстренного чего-то там когда разменяют всю землю и там будут масс батл крузер или вороны тогда уже чисто 200 лимита характеров заказать а так сейчас переходить я думаю смысла нет слишком невыгодные будут размены в любом случае он перейдет не знаю как с брудами против воронов выгодно вообще разменяться можно так напоминаю что счет у нас 21 пока пауза напоминаю что вы можете поддержать наши шоу матч вот реквизиты все есть у легкие у меня на канале можете присылать на следующий нам на призовой на все что угодно на премиум подписываться это все стандартно счет у нас 21 до 4 побед идет после игр на на чуть-чуть со зрителями прыгну зависит от того что если все такие игры конечно будут спать пойдем если такие игры будут все я бы что если еще к максимуму будет 7 то это за 12 у нас уйдет но я не думаю что все таки мы просто такая карта такой стилю хэппи видит хэппи что блайт эту энергию вайперами выполняют газа свой скал один почти 10 хп осталось бренды хата уже скоро умрет от или да да там снизу вот в этом месте нажигает у нас халбат просто два танка диверсия без сиджа просто убивать будут хату посмотри а дэм и что у танков гигантский дэмэдж конечно от через какой ада 104 то есть секунда считает что грубо говоря у нас линги пытаются танков сгрызть и кстати нет не сгрызают один выживет и 33 просто тоже в это время блай пытается про атаковать сикер мисла не попадают у него посмотри какой микс гигантское количество хату танк добил это все от контроль и вот это тоже мне интересно брудлинги танк наказывают за это с 3-3 грейдами все наху он как планирует типа здесь и унит из энергии у меня юнит из энергии с халявной темы но смотри одного отоджал микозами но проблема в том что тирану проще это все от контроля сразу выкинул очень много всего один контрол один юнит которым надо что-то кастовать да плюс ну единственное что вот микозом просто можно словить до в определенный момент и каким-то но это да но это ошибка и столько от тирана ну наверное если столько много микоза нужно пользоваться просто врываться кидать постоянно выкидывать инфеста терминов да вот на какие-то базы дальние то есть показывать что идешь в одну сторону ультралами а инфеста терна в другую сторону выкидывать например вот что блая делает пошли инфеста терна сразу сикер мисла в них кстати посмотри сейчас такой в рост взрыва тут реально зомбарей какой-то просто просто варны сена бивают да реально жестко тут блай за энергию кастанул хэппи за энергию кастанул пытается поймать поэтому все таки в одном направлении очень тяжело все это делать нужно наверно в разных направлениях пытаться как-то все притягивает притягивает посмотри много рэйвенов все это взорвется да сикер мислы попадают и блин не очень приятность блай ультралами пытается ломиться но торы там так раздают позиции у них очень хорошая снизу космос смотри сколько воронов сразу но больше не достать не достать больше и сикер мислы про литера убивают ультралов просто здесь фарш какой-то из блая хэппи делая здесь 9 торов у нас идут в очередной раз очередное доказательство что такое лимит тора воронов очень тяжело контрить здесь два викинга смотри сверху понемножку оверов убивают до под шумок двое благо уже 130 лимита просто всего посмотрю вообще у него нету сапо я боевого блог у него нету минералов чтобы сапо отстроить это джи джи это да сейчас мы буквально очень скоро увидим гг и дайвина оказывает и мучить его 40 минут не ну как уж почти 40 100 100 лимита и оверов на 100 посмотрю благо это какая-то жесть просто дальние базы не добываются ну вот пытаться нужно как-то раньше агрессивно что вот я часто замечаю что против того что делает хэпи ну я не знаю может зерги такие но я не вижу что реально зерк может вот если четко все тиран прям будет делать что зергу то делать в этой ситуации но если только вот с невралом с ультралами но так обязательно должны быть караптера чтобы воздух на хотя бы 10 штучек чтобы их было столько чтобы сикер мисселами не выгодно было в них прямо маски дать пушка их 30 они взорвались и все как бы а когда их несколько там дэмэш наносит а до муту кстати многие переходят 40 50 муталисков да там делают на такой стадии но она говоря тут единственный вариант это очень много спорок и вайперами пытаться размениваться в плюс ну да но на такой карте с порками дойти до тирана чтобы на них притягивать что ты это очень прохладно и суши но многие просто делают масс масс муту харасит базы на и но в лоб не подраться просто есть в итоге 5 на 5 к летает который в лоб подраться не мог масса варм хостов на иеме хэппи выигрался ну да ну я видел и м там просто если б хэппи также начал лучше как вот когда начало не очень там только тоже можно столько сколько за выигрыш и мы не подсчитывали но в районе 6000 но и в районе пяти тысяч за выигрыш и тысячу за второе место да примерно там пользователи добавили немного на призовой 22 у нас счет нидусы но предлагаю использовать ну может быть и нидусы тоже имеет смысл до попытаться ну как нидусы для размена да есть только позицию очень быстро менять кстати как вариант вот те же инфестров до в одной стране появился накидал инфеста терна в другой нужно все игрокам стараться да это все продумывать ничего такая игра конечно вышло хотя видно что было и тут тяжко было что-то сделать так было и надо три минуты так гадик какая карта он сказал frost мороз то сейчас посмотрим мороз то у меня должен и дома раз есть создаем игру на канал вы можете заходить поддерживать игроков конечно но в игру лучше не надо потому что зачем лишние спайки создавать есть для этого стрим два стрима тем более до целых есть жаль конечно от игроков нет стримов но ребята серьезные да всем привет народа побольше собралась у нас уже 9 почти часов 7 мы стартовали потом попробуем что фуфан сыграть искать вати вежаль там сейчас prime time уже начался не видно вкладку нормально да он уже давно начался так ну что мы ждем было и он попросил пару минут господи ребята насколько можно счет спрашивать особенно в моем чате когда он указан на экране да у меня не указано счет 22 нужно следить хотя в этом уже есть какой-то это как начало диалога в чатике типа пацаны какой счет поехали интерес интересный момент все готовы ну да просто каждый кто приходит спрашивает счет сразу хотя он не плохой способ завести разговор девушка можно с вами познакомиться какой счет а вы не видели кто вчера на вкс выиграл девушка ладно ладно сделаю более заметно начинается игра так хэви все по правой стороне появляются frost у нас карта мороз ай сверху хэви снизу так можно чуть прибавить игру наверно плохо слышно от меня так димага сегодня вообще не играет поэтому димага естественно не играл вот ну в будущем может его позовем если будут должны быть шоу мальчика его тут от многих факторов зависит если будет кто-то готов там человек готов провести в будущем сегодня спасибо от у за призовой фонд и всем кто добавил естественно вот то есть тут естественно вы же и помогаете в этом всем так ладно я надеюсь что в этот раз хэппи все-таки порадует нас био потому что мех это прекрасно круто разнообразие и все такое но на этой карте он мех игрок с этим я видел не раз и кстати фас цц тоже нам говорит о том что шанс меха сильно увеличивается потому что где он как правило через риппера играет тут правда карта на на 4 респа и риппер не так удобен потому что не знаешь куда сразу лететь ну да но если не разведывать но разведывать вообще не очень хорошо с риппером что экономика теряясь и было и было и не повезло он не с первого раза хэппи найдет но скоро уже обнаружится цешку эту и газ нам и не пошел у хэппи ну и стандартный переход будет принципе факту так и в разведку как идет тоже не брезгает этим моментом но тут по-любому ему нужно посмотреть три хаты это допула или вообще что это газ есть нету он правда нифига этого не узнает потому что ксм когда туда доедет через три года только и заказывает блайк 6 линк смотри блайн боится как раз он думает что риппер будет ну правильно все 68 пригодит а может быть наоборот он хочет свой стандартный под пушпус против как раз таки 14 cc сделать без мува линков да посмотрел на счет строит вот о чем я говорил он проедает бункер успеет он проедает бункер 16 собаками при этой теме по что там всего два марика и переход факту идет в это время да я так раньше делал и хэппи не повезло в том плане что он не увидит что то катя вот до 14 еще два шеста на один марик будет и стеночки стеночку наверху есть 16 16 ему самое главное для этой темы чтоб стеночки не было сразу а стеночки сразу не будет ксм к едет но тринги уже дотекают будет ли было всех ждать я думаю сейчас он еще четырех этих подождет и уже попадет вперед потому что все будет ждать не знаю но кстати саплай может помочь не окружит сразу нет все равно вырывается влачек мулы выезжают пытаются отчинить но было не дает им проехать посмотри и может может отчинить за счет того что ксм к была рядом да ребята да ксм ки страдают вы контроль ты посмотри да идеальный контроль от хэппи просто просто это уже в минус блаю хотя от контроль все равно и марики здесь две штуки есть пошел контроль мариков 4 линга есть подогрызают они мариков мари еще сейчас собаку может отконтролить нет нет контролит в итоге сдался хэппи но уже первый гелеон сейчас будет что у нас в итоге внутри 31 на детстве он смотри то есть было и делает такую тему но по экономике все равно очень неплохо выводит это все дело но он за счет того что третью хату просто не ставит он делает этих собак по ресурсам примерно то же самое личинка не столь важно квины есть очень даже неплохо но как ну нормально нормально все равно если представь если бы не отчинил до тирана то все просто если бы хотя бы чуть-чуть хэппи похуже сконтролил то все было бы гораздо хуже тут он как раз разменялся в ноль у него 24 на 31 рабочие у него 2 cc с 2 мула то есть у него уже и гелеоны в редакшн есть у него steam закон то есть блаю сейчас тяжело на третью будет выходить без роучей вообще он кстати 4 газа стоит по ходу в моту будет играть с двух бас и самка тоже об этом же говорит что он никуда не собирается выходить ближайшее время пошел и может мута может быть кстати ручки это быстро и сразу может он сразу под лэйр закажет ручь ворону закат ручьем и он бы скорее не санку делала стенку ну да тоже верно хэппи светит и что он видит видит он как раз лэр и понимает что что-то здесь намещается такое давно я кстати не видел всяких чизок с нидусами уже и хэппи смотри к ним не готовится ну да кстати нидуса до нидусов уже тысячу лет нигде не было так завоза иногда делают потом как какому-нибудь светлому уму придет в голову а надо бы на вкс через нидус кого-нибудь наказать и снова войдет в моду я помню против хэппи раньше играли виду со всякие когда считали что никак не могут его выиграть по-другому тут вот очень бы вкатил нидус он вообще не разведывает левую свою часть базы так 4 марика еще овера ловит тут у хэппи или он и видит третью начинают жечь 5 в пятером блоки стоит не идет эти не знаю к венами если бы кстати нажигал то мог очень хорошо хп отнять у хаты потому что дома вот тут еще очень долго смотри кстати фейк в инфе station идет аспайр вообще в углу от овер налил крип так хэппи вообще выходит смотри мариками здесь уже начинает queen не queen а оверов харасить нужно лингов показывать что пришлось полечить сейчас уже не уйдут отсюда маленькие не уйдут пытаются посмотреть сейчас еще да ну тут хэппи посмотри как он до контролю еще и убежали все вчетвером ну тут просто дали секунды там еще и овера добьет он что было и блайн не до контроля в смари over вылетел и привет over минус over мув лингом готов еще 26 лингов продакшене и кстати бейлингов то нету вообще и болен к настане а бейлингов нет вообще и третье еще углая совсем мир вот только он уже готова хата газ только заказывается то есть он боялся что там все сейчас если хэппи помнишь как во второй игре он делал под куш если он его сделает то 10 муд заказанных не помогут без бейлингов без бейлингов до 9 мута лесков но успеет и кстати хэппи чувствует что пора что-то делать в туреточки вошли мы видим сейчас про сканил увидел инфестейшн нету ничего не сканил он просто по дефолту стоит может быть он знает что было и так делает не знаю почему он увидел кучу лингов не увидел роуч и что это еще может быть да и пошел кстати абсолютно такой же выход но было не будет в лоб драться в лайк будет размен идти если депо хэппи не успеет закрыть то очень неприятное забеганной вам ариваются мута лески но steam пошел видит блай что здесь происходит собаки приходит не закрывает хэппи не успел чуть-чуть буквально минус бункер минус рабочие неприятно для хэппи но третьего нету блай то есть это чистый размен будет не отбиться тут блай на третью нужно отдавать и сейчас линги еще будут на муви отдаваться наверху нет стенки врываются собаки но есть маленький здесь правда у рабочих steam есть тоже блай частями отдается потерять да и атака в лоб уже идет от хэппи блай пока не прямой почему queen тогда не засейвил они помогали очень хорошо бы и хэппи отобьется на мере отобьется рабочих хорошо вывел да и щиты как раз доделались в процессе атаки только-только-только-только-только до бэйлинги у влачика но хэппи смотри какую позицию занял да тут с контролем зацепов нет лимит правда равный лимит равный блай пытается отбиться у хэппи там просто не добывается даже вторая то есть ли блай сейчас отбивается здесь как-то более-менее то еще шансы есть 9 бэйнов вот мы видим 2 будут блин у бэйна без муа конечно это жесть 27 рабов угла и 10 у хэппи кстати и забирают хэппи все пытаются улететь сколько 10 у хэппи до рабочих очень мало то есть в общем то ситуация абсолютно равна будет если сейчас ничего не сделает хэппи они начнут сначала давай вернемся на 10 минут назад сказали игроки да но маликов конечно у хэппи очень много сейчас 33 там на моей не часть ну вот как раз таки в этом и минус что часть она дома и пытается бай выбить все это дело уже с мариками принимает бой видит что они демидженая но все равно опасно дано такое количество муты ломиться мариков 8 утра лиц к 9 мута лиц к ну да там пока убить в принципе мог новая деваки тогда не улетели бы не хотел стоил у нас кавалом терять да мне кажется стоило то что сейчас хэппи соединиться вместе с остальными мариками и медиваками и выход уже будет гораздо более серьезный но ублая зацепы это 31 раб на 12 кстати блайн не делает больше рабов будет он давить похоже не ну может он готовится к выходу конечно не знаю видит он что-то цешка опять влетит на свое место все равно заказывает странно блаев слепую заказывал армию как только увидел что у хэппи тут огромная толпа стоит решил заказать рабов но он понял что у него есть время пока cc-шку будет дефить а там богатуретки встанут и все такое вот тут бы как-то на закопку бы было набрать врыв на моей закопка решала и не успевая да как да кстати скарлетовская вот эта тема что света нету в такой ситуации мы вообще летят светить хэппи у него все на мулов пойдет он волын вообще идет сейчас по два закопанных бейлинга тут просто заставили бы на чине 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 ту редку хэппи но не получается чинить добычи не будет у тирана вообще сейчас будет было и возвращаться линда будет возвращаться у него хотя да это сейфовости надо вернуться но он и так отобьется очень много марик ну как отобьется какой сплит сейчас будет у хэппи смотрят вот врываются бэйны видишь тут ворваться-то тяжело тоже зерга бейлингов одинаково с мариками тут сплит не сплит в любом случае этим пошел но мариков мало остается да мне кажется получше можно было расплитить ему то принимает бой есть две пушки пытается улететь хэппи гг 3-2 блай как у нас все идет то ровень в ровень прямо ребята явно показывают что хэпи резко пишет янсу всегда очень резок плане выбора карт так он уже заранее знал что будет янсу играть так и у нас янсу что опять и ниже янсу посмотри может и с удовольствием очень раньше была вкладка в поиске в сортировке там ладерные сразу же сейчас что-то я не вижу реально своей игре янсу нашел ну создавая тогда да мне тоже совершенно не нравится эта система ну вот в варкрафте было очень удобно что зачем они сделали такую неудобную вещь в старкрафте без понятия лайк и все на месте так ждем хэпи чем и ну что теперь каждая игра может последний стать принципе если было сейчас возьмет то он выиграет так блай но янсу что можно на янсу на янсу я видел тоже хэпи мех делал например ну чё-то я сомневаюсь что хэпи будет решающий игре мех делать хотя посмотрим блай говорит что думал что 0 4 будет счет не очень он верит в свои силы судя по всему сейчас хэпи тогда может ему показать что зря ты это сказал ну нам же лучше чтобы не сдавался никто до конца да и тут никто и не будет даваться тут нет одни те игроки реально это же янсу раньше ее играли только она какая-то фруктовая была нет кастомная очень похожа да нет с помидорками со всякими нет слушай не знаю я не видел просто в ладаре как бы ювели уже одна больше сезона то есть она понравилась многим к ну зерги ее меньше любят естественно что но дуэльные карты в принципе зарги меньше любят ну да во первых меньше пространство то есть много всяких тут рельефных таких особенностей то есть проще дефиться вот эти раны не любят ее спросом потому что здесь блинк просто всякие из двух с одной базы это просто жесть как бы тут и рипер со всех сторон запрыгивает из блинка можно харасить много таких моментов ну тут забавно что сделали специальный подъем для рипера лесенку это конечно бризарды молодцы всегда ну да то есть ему дольше запрыгивать но можно кого то есть но если замешкаться лишний выстрел получить может он и сдохнуть на этом подъеме тоже раньше они еще клиффа для танков оставляли но когда понят когда все нажаловались какой-то был игру в дисбаланс перестали слава богу когда там вот здесь например над второй базой зерга они бы клифф сделали такой что куда можно выдрапывать танки и привет ну да там да и не только танки просто мариков дропнул там или чё-нибудь еще да пару мариков вниз пару мариков наверх и давай воюем через рипера хэппи играет вот кстати заметь через сцшка играл по моему проиграл каждую игру вот не почему смехом он выиграл а смехом да действительно действительно я забыл смехом хэппича выиграл ну через риперов да у него получается винрейт побольше когда все больше микроориентированно смотри какой бункер очень интересный бункер и влаем вообще ничего не подозревает сейчас вообще он не знаю что здесь строится бункер а рипером прист на две стороны стороны можно будет так просто сейчас разводить жестко кстати какие-то такой щи рипер такой тараник вины только заказано он уже здесь или просто угла это убил такой на временно с лингами всегда линги выбегают рипер прилетает нет все 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 верно например на данном но бункер конечно сейчас станет неприятной неожиданностью на то есть тут варить мира будет и нужно с ним что-то будет делать начание туда-сюда так и будут харассив минус собака уже 1 час квина выйдет правда и смотри cc ставит наверху понимает что скорее всего раз 2 рипер он не оставит у себя на базе то cc как-то надо защищать как я защищать стеночкой правильно и даже сапплай сразу поднял тут с бункера можно и к вину подхарасить просто наносишь ей дэмэдж садишься потом там сидишь спокойно лингами не убить ничего не убить и рядом находишься что хэппи и пытается эти сделать вырываются линги опять пытаются что-то в идеале конечно все-таки с лингами размениваться не сквинами но если можно на дамажить то нужно дамажить отличный контроль от хэппи вот со второго врыва можно попытаться бы ну естественно было оставить ее просто здесь будет танковать другое вот начинают риперы бункере регенится эх ксм очка которая строила cc шку зря выехала за защиту хранилищ выехала и вот как раз это от блая два линга всегда он найдет чтобы прибежать сюда так что здесь у нас едят спокойно рипере в бункере ну непонятно дэмэджить опять к вину следующую но уже в это и такая уж хорошая кстати это была задумка от хэппи потому что бункер по сути дело много пользы не принес а вот проблем на майне совершенно удобно не сильные проблемы сейчас гили он всех жарит да вот минус линги но было это вынуждает он лингов заказывать опять угла и вот постоянно проблемы что он не сразу всеми нападает по кускам напомню синхронизирована без особых проблем убивает 32 рабочих на 23 там по-моему здесь овер залетел все про чека угла и увидел что био будет там просто если бы он напал сразу и лингами и квинами не успел бы продать бункер хэппи ну да ну квинами тонкануть а лингами ворваться дадут ну тут блайк как бы сам принципе как сконтролил так и сконтролил третий пока хату не планировал я вижу ставить ручь ворон продакшене и в белый играет хэппи у нас био и возможен опять наверно вот этот жесткий выход потому что сейчас будет 6 гелионов 2 репера живо steam пак почти готов номер до медиваков еще очень долго но он кажется фоджи джи нет не фоджи джи какой-то корейский террин показывал вообще лын с двух бас с одной инженеркой постоянно строя гелиона марика мариков медиваки вот постоянным давлением начальном не ну фоджи джи с двух бас есть тоже да такой вот он пытался тому но я не видел чтобы он как-то удачно особо этим пушем у него есть такой без грейдов вообще давление ждать это был фоджи джи но я помню европейцев он нормально подавлял минус хата и опять отменил да еще раз нужно будет было отменять и не отменял до минус сначала минус 7 ставится странно что он не отменил из и странно что хэппи не попробовал на мэн заехать это было бы в его стиле или он здесь уже ручи стоит он походу заказывал что-то в это время скорее все ли она уже уже приятно что хату вывел ну было и вроде в там контролю хата выбрана была и не отменил за аркадий решил на последних секундах может думал что там проживет сюда на последних компания что видно было что она уже не выживет тут такой момент что бывает что лучше пораньше отменить чем пожалеть знаешь там время потянуть типа потому что бывает хопа не успел там или задержка это или сам провтыкал вырывается опять хэппи 10 гиллионов здесь уже и два рипера и выход там еще steam скоро будет уже щиты почти готова но деле уже и конечно перестроил 20 лимита боевого не занимают а против раучи они довольно таки бесполезны попытка вырыва ну куда здесь же ничего нету а то конечно что-то вред какой-то до пошел он видимо понял что реально гелики им особо не нужны они лимит занимают ну как просто если он планирует выход делать а нету не планируйте steam уже посмотрел один медивак есть и дома 10 почему бы сейчас попил кстати а и квины нет на моим а завтыкали этот момент на войне было раз медивак побила спорка вроде ничего страшного не произошло выход не хочет хэппи делать и посмотри какой у него провал в этом билде у ноль-ноль а углая 22 только делаются влая 22 уже в продакшене это не очень хорошо смотри хэппи думал что он раучи гидры против раучи гидры играет сделал танки была и обманку просто сделал но у него углая в то же время сын 22 делает а мува на лингов нету но это провал кстати его из-за этого могут сейчас покарать до лимиты одинаковые боевой на двадцатку больше у хэппи без мувы тут не подерешься рабочие минусы попахивает даже несмотря на грейды блая кстати которые всего лишь 1-0 потому что лингов то не строит а на раучи атаки у него нет что ж такое то так пытается пытается ворваться у нас хэппи пока не выходит власть стоит сверху и мув то так не закрала не бэйна мув нет ни линга мува нету лимита меньше боевого тоже меньше у хэппи уже что уже 3 cc морфится почему только атаку заказал армор он не заказал завтыкал немножко такое ощущение что было не заметил что у него могут и на собак нету как потому что может быть он думает что рейнжовые вообще грейды делаешь как он может делать и грейды и мув не заказывать а он потому что играет в раучи бэйлингов судя по всему вот раз только мув заметил да заметил мув бэйлингом мув раньше будет готов чем у флингом наверх ломиться не стоит там минус 2 миллиона нужно прицаться принимать ну я думаю что для бла еще не все потеряно сейчас если вот эти 3 4 а нормально начнут качать правда там дроп летит мы видим основная опасность что у хэппи на 40 лимита боевого больше но она немножко компенсируется тем что сейчас 2 2 будет бэйлинге 2 2 бэйлинге 2 2 и через 2 секунды мы мув бэйном будет мы еще видим дров принимает 2 3 опять не успевает менять ну ну хотя бы одну защищает свою нужно было в отменить естественно что 300 минералов терять неприятно и 5 муталиска в продакшене не знаю с такой экономикой муту то переходить вообще но он мне они переходят он дробь и ворота да 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 они будут вечно просто летать прилетает ну то дропается хэппи ну один марик все успел дропнуться сразу же умер службе над широко облетал слишком да тут 50 все видно боевые лимиты почти что x2 пользу хэппи вот и армор у него почти готов 1 арморе кстати есть он может атаку вторую заказывать по грейдам сейчас будет нагонять аромат сидятся до нормальных грейдов в принципе ну такое сидятся с ощущение что игра затягивается все равно потому что потому что вроде как не может час хэппи просто добить бла не видно где бы он так мог сделать лил скрипал убежать все-таки скрипал успел бежать блайт все равно и ломятся вперед здесь есть танк подрезал медивак уходит назад и лимит посмотрел было уже больше лимита и боевой такой же еще 9 муталисков нет даже потому что хэппи рабов не строил у него 43 раба было уже последние шесть минут где-то да да хотя вот такое преимущество гигантское было есть сюда кихоть хэппи очень хорош последнее время но есть у него вот этот косяк именно с продакшеном рабочих досадный нужно как-то я не знаю ему подтянуть это дело но как это сделать я не знаю больше этому вниманию уделять ну да ну я просто не знаю с хэппи лично не знаком например вот тот же титан да когда ему подсказываешь какие-то вещи причем даже очевидные он у него всегда свой какой-то взгляд как у ну просто он так считает как бы я считаю немножко по-другому что просто это пыльцовый взгляд немножко но бывает что действительно как бы другим лучше видны какие-то моменты может быть у хэппи если бы он ксм заказывал не получалось бы так разводить но может быть ну как просто блин это же не такой тут один control 1 1 1 кнопку зажимать сейчас можно чтобы заказывались там я не знаю то есть ресурс это постоянного 1000 есть ресурсов дата но и сейчас по до этого не было ну хорошо было поймал дроп которым пытался хэппи наверх ой ровно копочка есть ты посмотри есть закопочка такая позиция неприятная а где вы линги то есть зарыты идите не вижу нету не вижу зарытых пока вы лингов угла вырывается частью ровущей минки жестко по мутали скам сейчас выстреливают лимит 182 на 152 пользу хэппи представляешь мути бы не добавили быструю регенерацию какая она была бы жалкая сейчас до балов тебя минка и давай гуляй до без регенерации мута конечно нему то пытается бла и найти уязвимое место дауд заходит очень неплохо в мариков прогоняет их но вы там такой фронту хэппи в это время за забегание жестко идет даже рэйды 22 минки успевать но часть врывается на мэйн рабочие пострадали наверху мариков собаки сожрали очень неплохое количество такое 160 170 лимиты выравниваются более-менее из-за этого забегания всего к рабочим пытается лингами ворваться бла и врывается у хэппи 2-2 сейчас будет готова смотри на лом от бла и на лом но минки там две минки выживают жесткие залпы идут ну не минки благо тоже недавно понерфили да срезали им дэмэдж на сплэша и и два линга просто унизили экономику хэппи до 3 от 3 на моем остались жестко подреждаем 23 на 53 да и если сейчас как-то хэппи не стабилизируется то очень может быть все печально потому что игра то может для него последний оказаться дроп на мэйн идет к вина не стреляет по медиваку стрелять по мариком дроп может немножко здесь нанести дэмэджа гелион тут по рабочим очень плохо задамажить может но муты возвращается еще сну забегание от бла и минки загоня уже кстати может и не в плюс пойти до жестко минки приняли всех этих лингов и здесь тоже минки есть залп пошел два всего вырываются немного здесь но вот мне кажется вот это группу юнитов хэппи нужно увести потому что муты сейчас выбить без потерь здесь очень мало мариков но есть милки уже близко к джи джи там милая ездить висит ох как минка дала сейчас неплохо ну сто лимита на сто тридцать четыре боевого правда одинаково игры и для одинаковые на 46 лингов заказе здесь миночка кулдаунице будет рабочих забирать перекапывать с ножка хэппи паузу просят в лай не очень вовремя но еще не все потеряно сел от на на тел был не что это было так выстрел минус три рабочих минка делает хэппи давит четвертую здесь только муталиски перед роб мариков пошел и только муталискам не стоит драться столько мариками с такими грейдами есть минка выстрел хая тут позиция очень неплохая минки очень хорошо дефит нижние войска но нужно от валют он дерзко нужно от забегания лингов правда вот так вот ребята ребята здесь какая-то жесть происходит 77 лимита на 100 ну хэппи есть еще чем вылья версир то где версир сейчас кд будет если хэппи нужно срочно сюда спешить нифига себе хэппи нужно вообще сюда ломиться просто чтобы прикрыть свои же минки пошел выстрел минус муталис сейчас он понимает что кд сейчас будет прилетел аверсир оставил он лингов только хватит ли тут лингов то кстати не хватит сейчас куда он пойдет но правда все все выстрелы выманил минок но хэппи их спасает забирает молодец уже уже он экспанте там минка все работает смотри 8 рабов забрала вот так что я убили по рабочим сет 45-30 на три муэль это реально неплохо сравняла игру просто минус 8 рабов сама там сидела мина идеальный солдат она делает дело всегда правда даже в игре уже инфестера ультралы это такой разрыв голых мариков да нету мародеров у хэппи видит он он заметил ультралиска он заметил ультралиска не знаю заметил ли он этих бэйнов зарытых врыв опять собак ну хэппи в этот раз готов минус туретка и посмотри закапывается сразу бэйнинга два закопанных на месте куда обычно хэппи шоу смотри сейчас может быть ох сейчас может взрыв быть ну кстати было явил иногда забывает и все-таки взрывать и очень опасно от хэппи вот это тут харас хотя он на две базы харасе сейчас просто вот поэтому не боится в этом направлении тоже сейчас минки могут снизу очень неплохо выстрелить нормальный взрыв и лимит это равный правда единственный минус что с ультралами когда у тебя грейды 22 все-таки очень тяжело очень дискомфортно ультралов своя броня то есть у нее у них пятерка то есть пять брони против восьми атаки этот марик на 3 их бьет минки вырываются врывается ультралиск но тут есть марики есть миночки на нам оп очень опасно сейчас было все зая есть у хэппи закопка минками что не понимаю по моему выкапываются они быстро но выкапываются они по моему всегда быстро по пристройке можно нету нет у него реактор пристройка хотя лаба пустая значит есть да есть вот а может а есть с погодение активировать минут три секунды написано у меня почему-то на вот мои у меня просто другой гейм картовский интерфейс так сейчас посмотрим пробивает хэппи камень 138 128 лимит в пользу хэппи 33 вот если было по 33 у него я бы уже не боялся за что было и вот он из таких ситуаций это его любимая такая тема собрать там кулак сначала кулачок потом кулак соврать и убить но у хэппи становится все лучше мародеры первой пошли минус 10 лимита только что в районе мэйна было просто полный дроп не даже дропнуться не успел здесь прямо в ручей дропается еще минус 10 вот вот как 20 лимита называется можно быстро отдать было на 20 лимита больше стало ровным а самое интересное что было их готовит свой стандартный свитч бруд лордов которые уже одну первую игру как раз выиграл ему не завозимаши закопаны прям вместе с бэйлингом и по соседам да рядом никоза отглая кстати и подлезая часть моряков но только часть мародер есть может умереть сейчас ну то кстати так себе микоза потому что деваки просто вылечили очень много энергии никуда я считаю даже так сейчас может бла и поломиться и здесь мины много выстрел пошел 1 2 ультралом тоже минки немало дэмэджа на самом деле наносят и у хэппи тут хорошие размены на мой взгляд и все не может хэппи прям по минкам прибег пробежать им бла я вижу контролит их там выбирает один несколько нет ни один несколько мариков перед роб наверх пошел вот это вот база бла и уже блин это в горле на насидит он ее занял и тут просто хэппи на этой базе просто его разводят все время была бы эта база без клипа да уже бы тут давно джи джи хэппи было была и раз и навсегда отбился бы просто и все так все очень ровно у газа к сети так и не заказано при этом и заказано и типичная проблема фугасов у хэппи как у многих тиранов фугасов нету у него сто двадцать шесть лимита вырывается блай мин много сейчас пойдут выстрелы но там на левом испанде был экшен у хэппи четвертую посмотри занял уже в это время и лимита больше и боевой у него больше медивак он правда не уводит здесь почему-то 3-3 то надо было сделать он сам улетел вот третья атака только-только пошла и фугасами 3-3 вошел ну успеет ли 3-3 это вообще сыграть 3 брудлорда ублая где они вообще и еще два караптора то есть 5 брудлорда это уже опасно это опасно безусловно да таким количеством микоза которая будет микоза плюс 3-3 еще нету то есть плюс ультрала есть а микоза действительно там инфестров 11 я вижу есть и хэппи все еще давит сейчас эту базу снизу или дропы мародеры там пушка погибает брудлордов бла ведет себя с брудами ему в разы будет легче дефиться и хэппи наверно стоит отойти отсюда потому что ну да против брудов на такой позиции как раз отстойливая да и хату хату отобьет на самом деле бла плюс минки бесполезно сразу становится в брудлингов только все дэмэджа больше наносить это называется да берет все хэппи уходит и бла и бейлинги так и закопаны бейлинги так и закопаны и бла и в контратаку сразу по моему собирается выйти но хэппи встречает его очень залпами таки посмотри сколько мина закопки нету на мины остался только скелет от ультралиска и тот пропал из-за низких настроек сразу так и дропчик от хэппи на четвертую ну здесь два роучего ультра воставлены у блайк кстати тоже 2-2 давным-давно у него вообще нет ресурсов чтоб 3-3 заказать ну кстати мог бы чего-нибудь заказать который есть или нет не очень понятно минки по слону очень неплохо такой такой залп неплохой сделали блайк кидать микозу здесь очень много мин очень много мин я даже думаю что может хэппи их выкопать лучше было минус ультралиск но он их уже просто разменивает типа тянет время он под микозом выкопить то не может ну да тоже верно ох как и брудлинги сейчас прикольно так полетели они как будто за медиваком летели турбулентность их засосала так дропчик в районе 2 здесь greater spire под ударом у блая посмотри здесь сейчас пошел дроп да хэппи сюда как раз и дропает и ему вообще нечем абсолютно отойти а нет микоз есть один это еще какой-то странный дроп странно додропнул 2 марика улетел ультрал с роучами прибегает быстро разбирается со сплэшем сразу двух убивает дроп на четвертую от хэппи идет вот здесь кстати рабочих посмотри гибнет вообще гигантское количество блая вводит сколько их всего то погибло 60 рабов за всю игру да ну да в этот раз хэппи естественно не отдавал рабочих и 3-3 доделывается у хэппи это может быть реально переломным моментом переломным и лимиты одинаковые боевые тоже почти одинаковые здесь 4 бэйлинга не сыграли хэппи светит обнаруживает их закопанные там были у блайчика бэйлинги и 2-2 линги конечно уже не смотрится против так а что у нас по медивакам то мне кажется 2 штуки что за фигня еще и простимпатчился только что хэппи при том пустых абсолютно медивака и здесь посмотри сколько маны просто у инфесторов это жечь какая-то и 4 хэппи отменяют и на вот этой 4 которая над мэйном находится там крип разлить на сути дела у него будет бой одного стимпака из-за этого да но сплит прекрасный конечно сейчас идет но блай вообще не собирается пока блай купит он ближе к 200 копит лимит пытается по крайней мере накопить дабы его у хэппи больше но вот идет вперед хэппи свет пошел а не опасно ли вот так вот сверху то не одновременно там фланг будет стим пошел от хэппи вламывается но дальше нельзя идти микозами сейчас блай откидается какие микозы хорошие намного мариков попадают микоза но немало хэппи выжило юнитов но боевой лимит сразу же снизился закопал он бейлингов тут много да очень сильно пострадал тут хэппи странно что он так решил поломиться не терпит еще один свет пошел еще микозы от блай ох хэппи вперед выходит там энергии просто миллион ублай обычно медиваки это все вылечивают но тут нету медиваков и это печально ну кстати посмотри викинги есть четвертую умирает там но боевой то лимит у хэппи просто весь просел и бруды живые 50 на 120 и 19 рабов у хэппи осталось ну кстати я не знаю четвертую хэппи пытается занять но здесь линги не дают убегает он назад у него просто нет добычи сейчас вот в чем проблема вся это похоже на 4-2 очень похоже 30 лимит на 120 я думаю что это и есть 4-2 просто продакшен одного марика вот это поворот да очень напряженная игра 35 минут уже идет никто ничего сделать не может врывается блай вот так так у нас есть чемпион гг пишет хэппи и блай выигрывает 4-2 4-2 не для всех это станет для многих станет это неожиданностью но именно блай сегодня вышел чемпионом интересное кино интересное кино хорошие получились игры да да что поиграем чего-нибудь отвлеченного да нужно я думаю сыграть нам вот вы же как мы и говорили можете поддерживать шоу матчи следующий или этот там неважно вот и наши каналы давай да как ну что сыграем то team free for all как это создать просто да просто создавали и пусть с канала шоу матчи все заходят кто хочет так ну у меня есть чел который создает обычно вот ну пусть создает что-нибудь глобальное тари если ты здесь создай пожалуйста игру чтобы было там team free for all 2 на 2 на 2 я не знаю да на 2 а чего-то его пока нету видимо ну ладно сейчас разберемся что нам создать ну что-нибудь покрупнее просто спасибо всем кто помогал собирать призы спасибо отдельно веге который начал эту традицию прислал дополнительные тысячи рублей и респект блаю респект хэппи хороший я думаю это для них опыт был что откликнулись будем продолжать практику по возможности всего этого дела вот так я просто не знаю как создать у меня вот этих именно через свою игру как бы мало карт больших а через вот этот как его требуем как бэка еще оба 7 но это точно не сегодня и прежде чем требовать надо найти того кто призовой фонд выделит ну это шоу мать естественно так так сейчас я попробую создать сейчас тут какая-то закрытая планета у нас так так в фа к делу тут смотри а как вот создать такую именно какую давай создам что-нибудь а 4 команды все вижу как это все делается 4 к все я понял закрытая планета не не в ц3 потом не погоняю завтра погоняю так заскакивали в игру сейчас я всех зову кто желает вот если желаешь тоже напиши мне я тебя позову предупреждаю сразу что играть мы будем не серьезными стратами иначе будет не честно мы будем играть в интересные стратегии заходи это тот же самый тим а погоди у нас смотри давай сделаем как две команды по 3 а мы где 2 просто чего давай вот это будет действительно интересно наверное тогда будем играть более-менее серьезно я там предложил чела еще можешь его пригласить так куда я предложил где это все это все уже поздно наверное ну да сейчас как все заскочит что я не могу за всем уследить тут везде все хотят естественно в следующий раз так общему я а нет еще ну вапсы можешь позвать так погоди а где а вот зову вапсы тогда есть только так и команда еще за фигня то три команды три команды я же говорю вот вот так вот да все верно теперь ну только я вот это это будет не совсем честно да что начинали да давай погнали посмотрим что будет меня тут ломать уже забираются у нас нужно двоих теперь сломать это не просто free for all это team free for all ребята да так что учтите вас про трое конечно но q3 год готов выделить 5k рубля на реванш сейчас в хэппи против бла и сейчас будет играть я не знаю нет они сейчас точно не будут играть ну да бла уже ушел в офлайн это конечно все интересно спасибо тебе большое но лучше выделяй на следующее все это дело это как кличко с поветкиным подрались и тут же им говорят идите еще раз деритесь представляешь сколько они сил вложили в этот в этот матч ну да и безусловно безусловно мы еще проведем и с хэппи и с блаем позовем то есть это два игрока которые играют соответственно активно и будут шоу матча обязательно от нас еще я думаю можно даже по free for all провести фановый шоу матч как-нибудь да можно для разогрева или после там ну не после нет смысла позвать хороших игроков и постримить потому что вчера я постримил так вот когда от третьего лица это все смотришь очень прикольно не понял а мы же еще смотри здесь как в разные части кидает на такой нам надо зачистить экспанды между нами сначала ну ты понял да тут короче говоря три часа нам надо чистить вот это все дело кто-то один там живет сочувствую друг но нам нужно жизненное пространство ну кстати друг то не один там все втроем друзья ну хотя бы они тоже друг с другом будут воевать это будет мясо ребята это free for all три команды я плюс поме плюс еще две команды по три человека там какой-то понос сегодня говорят рекламирует вы уж извините ребята надо призовой брать была играет онлайн да нет просто да ну а смысл какой лучше действительно сейчас мы пофанимся со зрителями это тоже всем весело а потом уже подберем следующий просто есть человек готов сейчас выделить пусть выделяет тогда на следующий сейчас да вот и все да нет просто уже если хочет хэппи позовем хэппи с кем или другим можно чисто реванш будет замутить да хэппи против была и почему бы и нет что ты хотел сказать Лёх да нет ничего я все сказал что хотел я тогда играю через такой не супер ранний пол так мне конечно лучше лучше сыграть в что нубик ко мне пришел нубик кстати постоянно меня напрягает уже участник фрифоролов нередкий да еще и ником маскируется ну да он не такого уж слабо я явил вчера там армаду хотел построить фрифоролов не получилось в одной игре тут у нас тиран е3 дельта дум кстати карта такая для фрифорола очень быстро экспанды тут кончится если мы не зачистим соседей не нет фрифороли соседей зачистили правильное дело потому что без этого никак реально так кто у нас а вот вот наша цель в общем то да кстати кстати говоря ему правда помогать наверняка будут как бы нас не зачистили ну да слушай ну нам надо дефиться жестко надо все делать просто если например он в команде с нубиком и еще кем то он ко мне рипером прилетел посмотрите ка так кто еще тут кого зачищать собрался вообще у него стеночка еще я его пробить не могу второй рипер к тебе полетел но я на пригон наверное вернется да он вернется тебе надо порой прилететь тогда уже можно бомбить можно конечно нубика а то он еще и подслушивает вот этот практикуют тоже многие поление стрима так риперов напрягаю давай врывайся три рипера и это много так это много так под ним я подхрустел бля сейчас какие-нибудь дарки придут привет ну зато удумал все плохо но это мы одного только штурмуем безусловно но у него нет давыщи у него ничего нету пока о нубик смотри пришел с энтрей сопротивляется как бог молодой это бог молодой сейчас витка сейчас даст мне маза шепкору нельзя терять энергию так еще депо я могу портаться прожрать или не пытаться пока вообще ничего попробуй может с одного разогрева успеем тогда я ворвусь и перекончим его отличный врыв ой у меня тут риперов лечу оракулом пытаюсь ворваться грелкой где они там на майне у тебя или где да на майне а ща я уже вернулся рингами но я конечно тут потерпел на перерез так что-то нас все хотят отоди люк-люк-люк отходи опа у меня тут минус все посмотри-ка просто минус все рабочие на майне сейчас решили против нас стимплеится так грелочку прикрой будет круто все отлично грелочка живет я тебе денег подам хотя у меня у самого нет нифига все отбили здесь я его добиваю паразиты а хитрые недоконтроливают правда всех риперов теряют так что нюбиком займемся да а самое смешное что последняя команда в это время просто развивается да да это плохо да не надо пока нюбиком заниматься слышишь смотри тут кто-то вот пришел да он там пришел да но тут меня уже не отбить по-моему это вообще третий ко мне минка пошел тут какой-то не фрифорол а убей нас просто развлекательное шоу нужно карту какую нам такую взять чтобы по-другому немножко было да чтобы нельзя было прийти прямо на нас через всех тут по-моему ой да тут вообще тут все у меня тусят ну ничего значит мы тут будем немножко на другое рассчитывать убьем кого сможем это называется так я пытаюсь грелками ворваться в итоге к тебе нет я просто тоже экономики ноль практически 4 грелки у тебя да это единственное что есть но тут по-моему столько сталкеров что лучше вообще сюда ну хотя если слингами попробовать там пинг есть если что вот неплохо вжираем у меня разогрева еще нету в данный момент надо на мейн идти еще кто-то пришел врываюсь на мейн погоди а это из какой команды вообще чел да тут все тут уже четверо побывали как минимум так это было неплохо а у тебя хата даже осталась по мейн тоже неплохо конечно но это ненадолго я думаю ну мне тоже так кажется что George и к тебе пришли такая веселуха тут у парней пытаюсь вернуться нубик я к нубику забегу смотрю че у него тут грелочки пошли тут уже экспанды у него зафотоненные с фулл рабами вот здесь по крайней мере я выход отбиваю минус все делаю это фуфу 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 там кто-то сидел всю игру копился вот такой есть там команда дальняя это вообще там все хорошо но на пару раз пришла слила ли не трое тут баньшами деваки жуть какая вообще этого тирана еще не видел иди на всякий случай в район меня одного раба уже сразу чтобы я тебе прикрывать мог из чё потому что иначе тут никак так ну бик ты обнаглел немножко дружок тебе там выход с ксм крикитер тиран решил нанести свой удар я вижу да ронин это пришел ронин зачем так жестко дружок каждый хочет от нас по кусочку отпустить где-то минк это это какой-то тим сурвайвал а не тим при пол получился у нас ну тогда ты веселее согласен ну все меня идут забивать на меня тут тоже выход идет от нубика да у меня есть два линга я иду на помощь отлично я сдерживаю подкрепление вот зил это тут отвлекаю слушай ну тут просто мои грелки не могут фокуснуть вражеские грелок что вражеские грелки под всякими сталкерами там на халят сервер мод не включается после этого ну да потому что до конца не посмотреть в этом плане что прикольнее наблюдать но я не знаю есть по моему какой-то вариант включать об сервер мод да не такого варианта нету хотя варик это был не ну vision в первом starcraft и все могли поставить не знаю управление союза пришла тима которая сидела и копилась все время видишь еще есть шанс отстроиться да не спасибо нардел я думаю мы еще поживем немножко тут конечно чего еще давать страна ронина там кто-то убрал и все чего им что давно кстати он все что-то хотел я выживу я зерк так у меня кибернетки нет я даже модно зашив корр восстановить не могу блин и гита у меня нет и кибернетку не могу восстановить чё я тут утерана сейчас а нифига я тут утерана не сделаю да еще попробую отбить я лечу как могу но по ходу хату отбить не успею попробую рабочим-то отвлечь о не надо ненадолго нильбека тоже походу тут прижали эй это моя площадка где нюбик мне надо золото вот это отбить еду там грелки просто летают вражи и грелки тут просто сходит пытаюсь убежать не знаю если блин там походу нету да арки ко мне пришли вижена нету но это кажется джи джи со всех сторон просто вот здесь меня еще уйти не дает ну все короче то тима выиграла которая сидела всю игру по ходу дела да но потянет тут вот еще есть я смотрю а фиг знает то есть какой тимы вообще я даже не знаю меняют атаковали все кроме терана все так неудобно сделано у них даже вот этот мультиплеер на и не продуман вообще никак то есть не посмотреть кто в какой теме никак то есть галочек не стоит да по цвету только на я не знаю даже все все красные так все выходим давайте еще сыграем давай может создать какую-нибудь карту где ну поближе жить чтобы вот как-нибудь это выглядело так получше сейчас я примерно знаю что нужно нужно самую большую создавать блин какая логучая эта тема создаванием карт фиг загрузится когда да так тут нам предлагали на 500 рублей 2 на 2 битву ну давай а ты пацаны там наш с аватара знакомая там и так далее к креде кред хочет free for all тут следующий так ладно я сейчас найду что-нибудь создать так сначала карте посмотрю не пойдет еще бы мне не пойдет все таки наверное лучше 4 по 2 создавать а то так как то да хотя ну от карты зависит просто тут если бы 4 по 2 тоже на нас четверо или шестеро напала тоже мало что можно было бы сделать а может быть давай просто сейчас там крит хочет ворваться давайте зовем нормальный состав может посмотрим ффа просто как там бьются люди так вот чисто оценить интересно это будет или нет может в будущем чего не сделаем да можно и так я не знаю как больше хотят зрители так и надо поступить да давайте отпишите как лучше одну игру я думаю можно так сделать потом еще сыграть блин кит карты все маленькие что за фигня нет ни одной реально такой ух стой кто нибудь в игре один камень вернее так не очень круче все вообще сменения разделились вообще полностью вот неплохая карта кстати для 3 2 на 3 на 3 давай создавай мертвая точка ну эти 2 на 2 на 2 на 2 я не знаю как лучше так давай уже 2 на 2 на 2 уже смотрю тут смотрите какой состав набежал иначе это будет чудо имбовая так а как поставить 2 на 2 режим категория меняешь категорию там разные какие-то и режим потом ну 4 команды тогда вот а сразу постоянного участника черт вопсы хотел так вон юбика револьверу даем он сильный крит култи чё-то жесткая команда карет ну ладно нормально ну револьвер юбик тоже опытные бойцы так а вот заскочил чего вот то не заходишь туда и аватар наркел так вая псов что они не бывает что ли нам там да есть вроде надо чтобы еще один зашел так это мы предлагал лота позвать еще кого то там я не вижу что там а ну вот вижу все ну тогда вот пока во псах сейчас будет сейчас будет походу такое мясное фрифол все серьезные собрались тут почти все не считаю вот команда револьвера ну револьвер ну револьвер все ладно короче может быть там уже все уже нельзя больше просто походу хотя нет давайте короче начинай сро остальные будут просто во псах так что любом с а черт просился во псы сейчас я не могу просто некоторых пригласить я не знаю почему вот черт черт черта могу все ну фу черт он просто в играх нам черт не нужно во псах ладно поехали короче рандомами начинаем револьвер зеркал настроен очень серьезно как я уже аватар там просто будет болен пастить нас по моему разберемся сейчас за оскорбление нанесенное ему прости револьвер я не хотел просто больше особо некого стебать да это 2 на 2 на 2 на 2 я надеюсь что мы будем на одних позициях то появляться канала система это все делает они должны быть рядом уж если сейчас будет в разных будет вообще замес тогда будет так будет не стоит страшно в принципе да рево зерк тут рево с ньюбиком самые серьезные тут смотри расы выбрали да ади аватар вместе вместе красавски появились мы и проход у меня ближе тоже хорошо наверно вот лагеря серьезно не знаю толком как тут начинать если честно за вот эти явно три нычки будет борьба между темами так ну я так думаю что по-любому здесь технику нужно сразу же начинать к его постепенно выходить и выходить в ультимативный лимит и в разведку что ли вошел не поликонтора это не единичка я все понял на на галде ребята так на что кто тут у нас тут у нас ньюбек с револьвером это опасно а то не ставят совсем опасные что поделаешь думаю надо стеночку тебе делать бункеров сто процентов надо кто уже доделался у ревы но поздний короче кул ладно нормально все наверно в газом что газ уже натаскан да уже мув сейчас 100 газа короче собрано все серьезно я то просто или рано перестраховываться рано еще перестраховываться так чумарик то один у меня и надеюсь там они будут развлекаться между собой другие пары игроков они сюда если на наш замес придут будет совсем жестко я думаю что нужно тему просто выходить может быть но если там кто-нибудь фениксов выйдет это будет печаль ну или в землю что мне тут далеко еще до чего-либо такого серьезного надо ставить в центре выпустишь да конечно ходи сверху он открыл тоже так и наверное надо разведать что там вообще происходит нас забылинг бастят светануть может давай не экономит ревус не там развитие какой-то идет очень странная с плеточниками побольше газа мне кажется нам начинает бывать ладно пока спешить тоже не стоит а я в макрооперинг белую надо было мейн на самом деле светануть ах ты рево мою хату отменяешь из я сейчас выйду прикрою зря отменил рано я не думал что прикроешь сейчас еще раз поставлю теперь уже может и не прикрою оба врываются линги тут все поднял это правильно сделал не очень хорошо да как-то вышло ой что-то да тут а там за раутера нарезают вал дарки нарез где-то другая же вижу 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 кто-то пропалил сюда походу револьвер такой короче типа и оба лингов не увижу хитрец хитрец и действительно же не успел я отвести все что-то с блинком типа пуш да слушай я вообще не понимаю не по-моему без там салкера ходит там уже мото что-ли от рево я чуть не понимаю нифига сам происходит пытаются сталкеры там ворваться тут тоже какой-то дарк у меня гуляет но это не юбика наверно ладно тут я дело свою сделал в принципе блин сейчас сейчас прикрою а это вообще крит да мне рабочих не жалко мне цсшки т3 мне просто наоборот нужно базу новую бы занимать вот это да вот это у тебя побольше чем у меня его вертам смуты ли нам ну пусть ладно летает прикрой туалет очки главное попытка в лома ну так не кажется зря так ребята вы реально вот так зря ребята делаете но в это время мне там выбивают экспант ну там верхние да ну как раз главное жить пока нам просто все так агрессивно начали ну не умеют free for all играть на самом деле никто не развивается и шансы то остаются еще срезка газа нету лишнего особо да все пытаются мой бедный экспант выбить зарезали те хату да постарался да все на мою бедную хату ну что такое что у них там друг с другом не воюется что ли я вообще без понять что там происходит а тут понятно это аватара голда тут фениксов уже миллиард понятно в общем так мута пытаясь там прохарасить и прохарасила чем уж не ради отменил но у меня что-то стало лагать очень жестко ну давай сажать так быстрее наверно будет просто если улететь сюда можно все зажались там рабочие везде долетался тут контролер револьвер здесь у нас появляется да давай давай на тулеточке ломись у меня что-то сэшка есть как же жестко-то лагает там очень много мута я в хз тут очень много мута у револьвера очень скоро отходят от очень много фениксов у других есть у меня такое подозрение у меня тоже наверно никаких инфестеров свечится блин что с фпс у меня у меня настройки хорошие стоят тут когда такой замес идет с настройками нужно так там че фи оооо нет ребята фениксы блин сейчас торы выйдут скоро конечно но не сейчас еще они мне все подрезы ну всех рабов подрезали но на майне там фиг с ними так здесь аккуратней муту не теряй лучше ну ценность муты на самом деле довольно сомнительно ну да согласен сейчас уже такая стадия сейчас инфеастров лучше сделаю если золото наберу ну радует то что револьверу точно эту игру не выиграть таки вступили ну и шмы то всегда я то тиран но всегда при своей вот этой базе нижней останемся так что это хорошо и собирать тяжеловато будет тяжеловато ну крен клана рассмотрению разожрался вижу вижу фаржи так у тебя воздушные есть на моей липушке да есть козол чуть-чуть есть минералов смысле да давай я инфеастров захожу так там опять фениксы врываются угу ну на мою велкам базу туриточки с рейнджом готовы сейчас я инфеастров сделаю поймаю кого плохо что там все золото уже оккупировали и все остальное мы пока что бомжуем на паре баз так которыми поаккуратнее даже гулять нужно в ревы полностью раскаченные нычки вон много полностью раскачанных оооо давай иди сюда я там у нас битва века да жадно я не видели нам надо короче копить лимит что-то другого сделать мы не можем да сейчас попытаюсь у рейвенов чуть-чуть добавить может что получится так нюбик а вижу нюбик же здесь под нами прям живет вот это наглость аккуратнее у него очень много там всего я понимаю конечно но крейдис пока не жесткие самые я вижу так револьвер все не оставляет попыток убить мою цсэшку о хороший микоз да ну тут что-то много очень много я бы сказал бы не знаю главное что муты много Много прям как-то. Ну, там куча баз, потому что. Так, ну здесь есть несколько туалеток у меня на майне, в принципе. У меня есть сверху база еще. Не знаю, на них сейчас, по идее, тоже должны были напасть. Мы же троем играем. Ну, три команды осталось. Ну да. Так, ну еще. Еще не все потеряно. Аккуратнее тут с под туалетки гасись. Два тура вышло. Вот, пришел еще один. Сбоку нам. Так, нужно, теперь я знаю точно, что нужно, как это настройки снизить в следующей игре, потому что так вообще нереально. Ага. Свечу тут, смотри, просто движуха идет. Ну, пусть движутся. Ну, кстати, непонятно, тут револьверы-то сминают, не? Не, непонятно пока. Сминают, не сминают. Сдаваться нам тоже рано еще пока. Да, я туда парами козов киданул. Так просто. Типа поучаствовал. Ну, вроде, не знаю, кто там выиграл. Не, они вровень как-то там подразменяли сейчас. Я пытаюсь. Если есть минералы скинь, сейчас туреточек нужно пару отстроить. Мне тут поближе. Сколько, сколько смог. Там замес идет, смотри, лёг. Очень жестко как-то. Револьвер пытается залететь, блин, мне тут с той стороны тоже туреточек убили. Что такое? Револьвер. Переживает по поводу результата. Думает, что его в ЕГЭ возьмут, наверное. Ну, я думаю, они все равно не выиграют. Ну, посмотрим. Я не знаю, блин, фигово, что, конечно, да, дальше не продолжить как-то обсерверить это все дело. Но я сейчас с инфесторами еще буду продолжать делать свое грязное дело. С СС-шкой взлетаю. С СС-шкой взлетаю. А, ну, хотя если ты выживешь, я тоже жив, в принципе, буду. Угу. Так. Вот, меняю третью атаку. Мне нафиг не нужна. Эй, ну, кто меня тут пытается убить? За что? Скинуваю все, что есть тебе. Давай. А я буду револьвер охарасить. С Ньюбиком. О, тут нормально их поджимают-то. Это да. О, тут у Атара Армада. А, там вообще, ну, видишь, тут тоже своими расами играют. Поэтому тяжелее тоже нам что-то сделать. Но Армада там конкретно. Сейчас я даже сяду поближе, посмотрю, что там происходит вообще. Ага, револьверы таки убили. Мишен комплит. Ну, короче, Аватар-то победил в итоге с кем-то там. С Наргилом, скорее всего. Джи-джи. Так, а где летят-то эти все дела? Не видно. Ну, все, все, кроме нас уже вышли, как бы. Давай, сдаемся, в общем. Мы тут точно не выиграем. Ну, вот эта карта уже больше похожа на правду. Но. Но тоже слишком легко другим командам нам помешать. Да. Так, ну что. Сейчас я настройки снижу. Я думаю, можно еще одну-две игры сыграть, да и закрепляться по-маленьку. Там можно будет поканчивать. Я тоже на минималку снижу, а то невозможно играть. Так. Что еще из карт есть? Ну что, госу free for all, назовем всех прошлых, да, там? Во-во-во, обзорный путь. Нет, это не то. Мало шахат. Так, мне шахат. Кто-то зовет, но не ты. Я вижу. Блин, что ж так мало шахта-то везде? Горного короля. Ну, пиши там Криду или с кем. Я не знаю, с кем-нибудь надо заходить. Просто только пишут, что очень быстро игра набирается. Поэтому, кого получается, того и берем. Естественно. Да, уж извиняйте. Для восьми игроков особо карт нет. Ну, точнее, есть куча на восемь игроков, но она не рассчитана явно на free for all. Сейчас еще поглядим. Вот, прям трушных нету, которых делали именно для free for all. Это печалит. Ну, там, для тем free for all имеется в виду. Слушай, это какой-нибудь, пофиг, только побольше. Там такая была карта, короче, синяя. Там две базы друг напротив друга, еще голда, как бы, между вот этими находятся. Я не помню, как называется. Тарий должен был помнить, я тоже не помню, если честно, как она называется. Вижу, понял. Атлас. Наверное, да. Создаю. Тарик. 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 Речи. Тарик. Так, что у нас сегодня, кстати, что-нибудь идет? Вообще нет, никаких турниров нет у нас сегодня, так что все хорошо вообще в этом плане. Так, ну что, все здесь у нас? Так, сделать зрителям. Еще кого-нибудь нужно револьверу. Давайте, да, кто-нибудь, типа, да. Ребята, золото, платино, пишите, револьвер. Не выше платины. Блай заходит. Вы что, офигели? Ну пусть будет Блай. Так, что, поехали? Ну, Блай так Блай. Ну, я тогда просто, это точно. Давай, Лёх, ты можешь тиран, давай, короче, суперармада. Суперармада. Иди сюда. Поехали. Надо выжить, как бы, любой ценой. Это у нас еще же такое гигантское преимущество, что все нас слушают, что мы делаем. Ну да. Например, Дарк без разведки пришел на мое золото. После того, как услышали, что что-то там нечисто дело. Ну да, слушай, это как-то, ну, из 8.4 там ГМЛ все, прям, жесткий. Блайчик. Топ-1 СНГ забрел. Ну, не знаю, у него, может, комп не тянет, я не знаю, что он говорит, лагать будет, уйду. Фигово, конечно, если так будет. А, где Валера не жалко. Ну, ём, посмотри, как мы появляемся. Так, окей. И я к тебе полечу сразу. Че вы? А, кто-то может. Че они действуются. Хотят рядом, чтобы были. Все нормально. Да. Поехали. Придумают что-нибудь. Зерк, у зерга может расстроиться, все нормально. Подключите воображение, ребята. Так, я лечу к тебе. Уже сразу летишь? Да. Ну, давай. Может, надо было второй ЦС-кой ко мне переселяться? Да нет. Я сейчас тут в центре, наверное. А голда есть здесь? Ну, голда здесь за камнями, к сожалению. Если что, перелечу ближе к тебе. Фигово, что на голду-то сразу не сесть. Ну, по крайней мере, мы двое на одного будем тут рядышком. Ну, да. Ну, второй-то там тоже где-то есть. Но где, непонятно. Ну, у него там двое тоже. Не так сильно, вот, на самом деле, отстаешь в развитии. На поздней стадии, да, в начале так. Опа, револьверчик тут у меня живет, дружочек. Так, все, я начинаю развитие макро-мод. Не сильно я тебе в начале помогу, но сейчас уже скоро все будет. Так, вижу. У, пошел там. Нам, в принципе, вот этой вот, ну, этой всей территории должно хватить. Ну, да. Да, жаль, не золото, конечно, тут в центре. Так, у револьвера там мув. Ну, ладно, мув так мув. Я тогда в гелик сразу играю. Ну, вот это, кстати, если бы команды еще рядом были, нормальная была бы карта. Ну, да, здесь можно вообще четко развиться. Так, вторая хата у револьвера там есть. Вы там один на один, короче, играете. Ну, тут так и есть в начале один на один. Главное, чтобы ему хелпа не пришла неожиданно. Может, у него там али где-нибудь рядом. Может быть. А я тебя халпану. Скоро. Зрелочками решила его убить. Неплохой вариант. А, да-да-да, действительно. Тут-то ты прав. Сначала надо оверов пособирать, маленько по правде. О-о-о, полегче. Меня тут револьвер сжирает, убивай его. Пошел, да. Ой, два оракла от аватара. Да вы издеваетесь, что ли. Сюрприз, сюрприз. Очень большой сюрприз. Только там сейчас терклы могут прилететь на мейн. Аккуратнее. Да, тут все серьезно. Рево, по-моему, пытается отбиться. Сейчас берег приедет на помощь. А, нет, только не сейчас. Блайчик. Ну, как же так. Весь день нормально было семь. А, его убили. Все равно. Блай вытащил шнур. Так, ну тогда нам надо револьверы добивать и тут осваиваться. Ну да. Правда, мне там всех рабов сожрали. Еще две команды остаются в игре. Все непросто. Звук этот пилищего сентрика. Угу. Да, сейчас, скажи, союз. Я же не один здесь. Удаляйте. Блай. Или союз с револьвером. Как ты думаешь, Лех? Эзэ. Мне кажется, он нам ударит в спину. При первой удобной возможности. Кто там в синей бегает? Иду к тебе. А, это потом, если думать. Не знаю, может с Рево дань брать? Пусть экспанды не занимает. Трифт тоже нельзя распространять. Все, давай добиваем его, короче, нафиг тогда. Тут револьвер опасный союзник какой. Ну, можно попробовать, но не факт, что получится. Добить? Да ну, мне посмотри, там народу нормально. Да, у него тоже. Ни фига тут. Ой, ко мне тут куча народа сразу. Баразиты. Еще и револьверсию даже. Какие-то там фениксы прилетают. Какие-то дропы там пошли. Ну, тут... Опять же, тут есть имба в этом плане. Ой, к тебе приходят. Крит. Да, я вижу, да. Надо идти. Чешку надо сажать. Что происходит? У всех фениксы, короче. Ну, просто у кого-то в Лайбл кого-то не тронули там. То есть, тут такие моменты тоже. Да, это похоже на GG. Ну, тут, видишь, карта тут на самом деле нам нужна. Ну, изначально нужно, как бы, как-то более... Тут не прокатит так вот перелетать. Ну, а если бы ты был один, тут вообще бы жестко все было. Не, понятно. Ну, как бы, наверное, те СЦ-шкой нужно было туда лететь. Так, ну, тут же... Кто-то вместе же сразу резнулся, да? Ну, выходит, что кто-то, да, кому-то могло повезти, на самом деле, да, действительно. Это сразу халява, конечно, так. Я не знаю, вот почему... А почему на той карте вот вместе появились мы, например, а на этой? Может, там какая-то настройка за это отвечает? Я даже не знаю. Я сам вот не в курсе по этому поводу вообще. GG. Давай сейчас гляну, чтобы на будущее хоть... Проверим. Я, честно говоря, не часто фрифол играл. О, смотри, есть карта. ФФА. Вижу. Ну, нужно как? А как заскочить нам туда? Ты уже в ней? Через меня заскакивай, да. Так, сейчас, погоди. Это тебя позвали туда или ты создал? Меня позвали. Она гигантская. Ну, она чистая, ФФА, по-моему. Не, в общем, можно менять категорию, режим. М-м. Так. Ну, давайте тогда что-нибудь весёлое, типа... По двое сильные, по трое слабые. И чтобы рядом все были при этом. Двенадцать здесь. А, или тринадцать, тринадцать даже. Четырнадцать игроков на карте. Может быть. Не могу я некоторых приглашать, а некоторых могу. Или у тебя уже хост. Нет. Он чё-то тупит. Давай я сам создам такую же. Давай. Нет, смотри. А, всё, я ведущий стал. А, здесь нельзя ничего менять. Посмотри-ка здесь. Вот чём прикольно. Понимаете? Ну, можно так, в ФФА, в принципе, сыграть. Ну, не знаю. Ну, давай, да, на завершение. Хотя, это будет глупо, если по скайпу. Ещё одно. Так. Не, чё-то тут как-то невесело. Ещё одно. Бо 7 хочет. Хэппи в лайк останется. Ну, не знаю. Где хэппи, там где кто. Вот. Так, сейчас, подождите. Я попробую создать ту же карту, что мы играли. Только, чтобы все были друг с другом. Как она? Станция Атлас. Я посмотрю в настройки. Ты уже вышел отсюда или как? Да. Это там чё-то какое-то, что-то непонятное. Так. Очень медленно. Да, да. Здесь записи. Разная. Команды по выбору. Очень быстро. Так, короче, я выхожу. Блин, и как поставить... Потом сыграем и так. И нету настройки, чтобы команды рядом были. Что за тупость. Как же такой стандартной настройки и нету. Фигово. Реально тупо. Так, там всё хотят. Это шоу-мачище. Я думаю, не будем, да, запаривать сегодня? Уже поздно. Ну, я уже точно не готов. Ещё к 1-го 3-часовому было 7. Да-да, давайте, ребят. Потом как бы... Ну, сейчас нет смысла в этом абсолютно. Тем более, что... Как-то не очень это... Ну, давай тогда вот этот аутпост создадим, где рядом всегда респаунится. Как она там? Последний раз сыграем. Которую мы первые играли. Давай, кого-то там позвал. Мэтт Бакса, который создавал. Ну, давай, ладно, зовём, короче говоря, сильные команды. Так, погоди, а тебя здесь нету опять. Я выхожу, да, или? Да-да-да, вот я создал ту, где мы рядом всегда будем. Придётся посражаться, конечно. Четыре команды. Вот, ну сейчас посмотрим, кто здесь есть. Просто мы играем ре, скорее всего, прошлой игры, поэтому... Всем всё равно не попасть. Слушай, Fluttershy. Очень сложно всем угодить. То есть, всё равно всех не позовёшь в игру, к сожалению. И вольвер. Было и говорить, что в лайчик бы сыграл бы, на самом деле, с хэппи-рея ещё раз. Но тогда время, дату, как бы... Ну, я не знаю, если кто-то заинтересован в этом будет, можно в ближайшие дни сделать реванш, как бы, там, в какие-нибудь, я не знаю, в конце этой недели, например, ближе к выходным. Так, чё? Вот если Q3 год готов, то можно... А вот ещё нужно сильного. Я не знаю, Наргил тут. Ещё нужно сильную команду. Кто ещё у нас из сильных? Давай на канале поищем. Так, крит. Что, что, вот так? А блая тут нет, извиняй. Блай зашёл. Всё, Блай-револьвер, Наргил-крит, Култи-аватар. Горный король всё напрашивается. Ну, места нет, у нас реп в прошлой игре. Ладно, всё, начинаем, короче. Вроде всё нормально. Единственное, что... Наргил, наверное, тут не вписывается, но у нас некий может заменить. Так что держись, крит. Так. Ну, что у нас сиран... А, опять такая... Погоди-ка. Какая-то другая карта, не? Или та же? Может быть. Нет, вот проходы по-другому я вижу на вот левом том... Выход на верхнем, а не на нижнем. Ну, по сути, та же самая практически. Ну, да. Хотя, вообще та же самая, подожди. Ну, почти. Странно. Настолько похожая, она чуть-чуть другая. Ну, да, проходы изменены. Может, там версии разные есть какие-то, я не знаю. Может быть. Может быть. Ну, потому что эти боковые экспанды тоже похожи. Центральные. Да, черт с ним. Главное, чтобы вместе были. Они в разнобой. Не прикольно, да, что Близзарды даже не позаботились о разных настройках. Команды рядом. Это же стандартная настройка для стратегии. Анреспект. Анреспект. Передать привет твоей девушке Динаре. Ну, привет, девушка Динара. Девушка Зиги Зага. Хороший никнейм, кстати. Блай, как всегда. Когда он уже себе компьютер купит. Столько навыигрывал. Ну, да, слушай, на Яндекс мне кто-то еще присылает 350. Хороший стрим был сегодня, спасибо. Стрим действительно неплохой. Сейчас попробуем доиграть все-таки эту игру. Там мне добавился Q3 год. Который реванш очень сильно хотел. Прямо сейчас я поговорю с ним, что там в итоге он хочет предпринять. И Блайк, короче, вылетел, походу. Я не знаю, что он так долго. У всех загружено уже. Ну, кроме Блая, да? Вроде бы, да. Ну, да, аппарат, блин, Acer, там, мониторы, хоть пусть ему пришлют 4 монитора, 3 продаст, возьмет системник. О них я не знаю. Да и системники у них есть же. Да неужели? Да неужели? Так, и что, и вместе, да? Все отреспаунились вроде. Я думаю, от обороны надо играть. Это самая выигрышная стратегия. Потому что когда кого-нибудь агрессивничаешь, всегда тебя убивают в итоге. Прямо какие-нибудь суперсейфовые темы надо делать. Да, Блайк говорит, что ему как раз таки присылают системник. Он ждет его. Так, вижу проход у меня тут. Да, да. Проход у меня. Так, ну нам слева револьвер с Блайк. Короче, нам нужно сыграть так. Как ты понял это? Овер прилетел. А, понял, понял. Короче, нам нужно так сыграть, чтобы вроде как и сейфовый, чтобы выход был в такую тему сильную. Потому что все какой-то бред делают, такой, знаешь, изначальный. Нам реально нужно вот с этим как-то просто четко быть. Ну, думаю, танки туретки, а те, может, реально фениксов начать как-нибудь строить. Да, может, грелок сразу, что мелочи. Или грелок, да. Ну, чтобы прикрыть от воздуха немножко. А я танками по земле прикрою. Аватар. Тут, короче, много кого ездит. Давай, запили газ. Молодец. Ухриф в роли. Значит, он где-то, наверное, с... Погоди, а где Респытайтесь вообще? Вот тут здесь, наверное, да, другой живет товарищ у нас? Или... Нет. Да, да, да. Вот здесь. А, три между нами база, то есть недалеко он живет. Да. Понял, понял, все. Так, я тут... Начну стеночку тогда ставить. Да умри ты уже, пробка, чертова. Все, умерла. Можешь... Ну, ладно. Справлюсь со стеночкой сам. Давай один пилун. Пилю мисс рубар, пить минист нужно. Я переживаю, что кто-нибудь нас решит опять подрашить. Так же на стриме-то не засветится. Не подрашить, ребят. Версти. Не знаю. Версти. Пилю мисс руби, который заказывает. Чего еще? В линк или дарки? В любом случае это в редки делаю. И скорее всего это в линк. Прям вообще тут экспан прям рядом. Надо будет станчиком не поднапрячь. Открой проход пехнотик. Даже стрёмно какой-то экшен начинать, потому что тут же кто-нибудь еще придет. И этот экшен от нас безусловно. Опа! Блайк вот это помчался, смотри-ка. Ты видел там сколько много всего? Первые танки есть. Выпусти меня вниз все равно. Сейчас еще один танчик снизу разложу. Можно будет чуть-чуть поагрессивнее. Что там вообще такого? Опа! Ничего? Заверчик, ты че? Магнот немножко. Аккуратней там, смотри, че творится. Да, заблай. А, ну да, они же в команде заблаем. Я закрываюсь на всякий случай. Осторожно, спорки подкапать. Я добью. Окей. Улетаю. Так. А ты думал, револьвер как тут обычно играется. Так, рабочего. Она и мне увезти. Вот все. Вывел, отлично. Так обычно и случается. Сюда бы танчик был. Выделить бы, чтобы я там, если что, блин какой-нибудь. Опа! На аргилу. Посмотри, аватар ко мне двигается. А, ты сюда летишь. Ну, лети дальше тогда. А, я лечу дальше, да. Так, кстати, там реву можно уже зачищать. А, его уже зачищают. Ой-ой-ой. Что, это все плохо, да? Что-то очень много тут. Давай, Фрид, поприсутствуй. Помоги. Сейчас, не знаю, что тут сделать. Так, погодите. Что-то нас тут все штурмуют. Кто-нибудь хоть за нас есть тут? Крид за нас. Ну, там что-то благовато, протосы. Опс. Погнали. Погнали. Все нормально. Ну, да, давай, заблинкивайся. Так, че тут... Отраскладываем. Да. Ну, главное, при своем остались. Так, тут смотри, вот. Какая происходит. Ну, нам далеко до туда, поэтому в любом случае нас это не интересует. Нас интересует выживание на данный момент исключительно. Ну, да, что-то тут все не очень хорошо. Блин, ну, чтобы выживать, нужно базы занимать еще. Так, ну, допустим, одно я знаю, где занять. Там слизь уже сошла. Ничего, не знаю, кто с кем, с кем наргил вот вообще этот. На нас два пропса пришли, как бы. С Кридом вроде. Здесь один Криптумор остался, чертов. Если есть газ, скидывай. Если есть что-нибудь лишнее, подгазу. И весь скину. Не жалко. Хотя, сколько мне грелочек построю. Да, в принципе, не все так плохо, на самом деле. Тихонечко добываем. Ну, как, что-то там, в той части карт непонятно, что происходит. Я надеюсь, что там война происходит. Вот что. Так, что-то тут. А там что у нас? Дропчик. От Крида. Ну, сейчас убью. Ну, дропы, конечно, фрифол. Это вообще что-то с чем-то. Еще и дроп, что забыл. Даже не знаю, что тут еще построить-то. Так, ну, если есть бабки, скидывай мне, потому что я буду масить как бы парней летающих, крутых. Да, я тут тоже делаю. О-о-о. Это можно отбить. Блин, рано разогрев поставил. Там на нас нападают еще. Все с разных сторон какое-то непонятное происходит. Опять. Выбери у меня нычку. Я, правда, другую забрал в это время. Да, все непросто. Аккуратней, там летай, потому что там сталкеры бегают вот недалеко, очень-очень. Окей. Я боюсь шариков уж, что, блин, грилки, это хорошо, но пока шариков ведь нету. А вот штарм, мы там какие-то пошли. Аккуратней, рабочий, Лёх. Ко мне заводить. Мне нужно как-то имя туда пройти. Так. Смотрите, все там зафитбэчили, все обе негу. Мне все равно себя надо пролететь. Или зачиним. Блин, и там еще в лоб нападают. Что ж такое-то? Так, ну окей. Что-то у меня тут есть. Нет. Вроде по чуть-чуть отбиваемся. Да. Сейчас уже ботлы пойдут. Проще будет. Такая жара. Так, пытаюсь тут расплететь как-то это все делаем. Так, все. Ботлы первые есть. Уже проще. Сприкрою тут тебе нычку. Так, кончился разогрев. Потанчу. Что? А, это миллион светов. Кто там нечестно играет? Что? Нужно вот сюда вот слетать, потому что там кто-то обнаглел. Аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Он, если блинкнется, то потеряется. Так, у нас тут планетарка, во лбу нас дефит, в принципе. Все окей. Не, да, обычно слабенькая пока. Смотри, тут еще раз ко мне идет. А, и ко мне тут справа идут. Надо броню сделать, что ли? Да, что-то тут у крида торов лимит. Это пока мы воевали. Барни, копейки. Ну, дурачки рядом с нами живут просто. Это что у нас? А, это крит пришел у нас. Ну, понятно. Тут думаешь, как выжить, а у него там торов лимитик. Тарков нет? М-м. Да, уверсиров много. Так. А это что надо? Еще и главное, что дерется с нами. Вот этот проб с блинком. Да. Ну, уже сделать ничего нельзя. Хочет поиск по насажд или как это говорится. Все правильно делает. Ну, да. Здесь уже. GG. Тоже верно. Нужно принять бой мне последний. А, торы там с пушками. Да, они там хлам разрываются. Что, неплохо, я думаю, поиграли. Что, матч будет веселый. Пойду. Да, короче, GG. Спасибо, Леха, скомментировал, поговорю я сейчас с Q3 годом, что там, как он вообще, о чем он хотел спросить. Мол, танец меня открыли за что-то. Все, всем спасибо за внимание и до новых встреч, пока. Да, все, спасибо, Леха, тебе. сейчас я так, завтра. Стрим там мой уберешься с Q2 TV. да, хорошо, я холдер, конечно. Так, ну что, ребята, с вами тоже я буду прощаться, на сегодня все. Сейчас я разговариваю с человеком, возможно, завтра сделаем Риа, шоу матч, против Блая, или же с кем-то другим. Вот, я вас благодарю за внимание, увидимся на следующих стримах, я думаю, на этой неделе будет еще. Короче говоря, всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok